Меня зовут Кожевников Роман, я продакт-менеджер по бренду GIGASET в компании IPMATICA. Со мной рядом... Сейчас, секундочку, мы закроем дверь. Со мной рядом слева находится Евгений Минаев. Евгений Минаев – это технический директор компании GIGASET. Сегодня у нас будет первая часть нашего технического тренинга, на котором мы, соответственно, будем рассказывать, как подключать, как настраивать микросотовую систему N870 от GIGASET. В принципе, наверное, из ступительного слова все. Если все слышно, все видно, Евгений, предлагаю тебе начать. Я... Я согласен. Да, выхожу из кадра, но остаюсь пишите вопросы в чат, будем помогать на них отвечать. Всем спасибо. Хорошо, коллеги. Я попросил ребят, коллег из IPMATICA помочь мне следить за вашими вопросами, потому что я их в том интерфейсе, который у меня сейчас перед глазами, я этого не вижу. Соответственно, вы вопросы пишите и на всякий случай, что вы себя где-нибудь на бумажке записываете, запоминайте. Когда мне напомнят о вашем вопросе, я прервусь и буду на них отвечать. Либо, если не получится в таком режиме, то, соответственно, дождемся конца технической части, о которой я буду рассказывать, и тогда уже отдельно пробежимся по вопросам. На этом слайде я, собственно говоря, вводная часть к семинару. Я разбил на два модуля семинар, вебинар, и в рамках сегодняшнего модуля будет только верхняя часть озвучена, рассказана. Это базовые настройки, это введение в архитектуру, это синхронизация по LAN в рамках одного кластера, в рамках ДЭК-менеджера, и остальные базовые моменты, как то регистрация пользователей, администрирование. И введение в большие системы я оставил напоследок, чтобы вы не сбежали раньше времени, дождались ввода, на самом деле, в интересную часть под названием синхронизация по LAN, так как это по сложности своей, ну вот как я это на данный момент вижу, 30% всех трудозатрат и всех проблем, которые могут возникнуть в больших системах, в большие системы я имею в виду, 100 базовых станций, 200 базовых станций, 500 базовых станций и так далее. Что выпадает за пределы семинара, это автопровиженинг, это централизованное управление, имеется в виду СНМП и прочее, прочее, это повышение отказоустойчивости. Почему я эту часть вынес? Потому что на данный момент немцы в стадии разработки находятся как раз повышение отказоустойчивости и рассказывать какую-то одну часть, говоря, что потом что-то изменится, смысла я не вижу. То есть я дождусь, когда немцы реализуют полную функциональную отказоустойчивость, имеется в виду, какого рода отказоустойчивость. На уровне базовых станций, на уровне дект-менеджеров, на уровне интегратора, на уровне синхронизации и прочее, то есть моментов повышения отказоустойчивости много, соответственно, это будет отдельный вебинар, посвященный в части отказоустойчивости в том числе. И поиск неисправностей, это тоже немаловажная вещь, очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что вроде бы у всех, и у меня в том числе на стенде все работает, а у кого-то вдруг что-то пошло не так, как бы работало у всех, у кого-то что-то не так, пытаюсь разбираться и невозможно понять. То есть какая-то уникальная особенность, которая вдруг где-то у кого-то всплыла. Вот такие моменты я буду собирать и выносить их, стараться, по крайней мере, в виде кейсов, там пара-тройка слайдов и пять минут на каждый кейс, чтобы рассказать вам о том, какие возможны нестандартные ситуации, не у всех заказчиков вроде бы в стандартных каких-то условиях. Вот. Ну, опять же, звучит это, по крайней мере, интересно в плане полнофункционального, полного нормального объема на отдельный вебинар. Соответственно, так и поступим. Когда он будет, не готов я пока анонсировать, когда материал наберется, тогда и сделаю. Ну, я полагаю, тут по смыслу имеется где-то сделать в середине, либо в конце весна. Это, скажем так, напоминание о том, что у нас до появления микросотовой системы N870 была система N720 для среднего и малого бизнеса, имеющая ограничения на 100 трубок и 30 базовых станций. То есть, таким образом, ну, потенциальным клиентом наибольшего масштаба для данной системы это были какие-то автодилеры, небольшие магазины такого формата компании. С появлением системы N870 у нас появляется возможность освечивать, по сути, помещение здания без ограничений, потому что возможности системы расширяются до 6000 базовых станций, работающих как единый организм. То есть, полностью поддерживается роуминг, очевидно, поддерживается хендовер с помощью некоторых специальных настроек. О них, конечно, я скажу в рамках презентации. И 20 тысяч абонентов. Собственно, расширение функций идет постоянно. Немцы, я напоминаю, компания Gigaset производится в Германии. Софт пишется в Германии и Польше. То есть, это, в принципе, европейская компания. Она рядом, она к вам придет без вируса из Китая коронавирусного. Это я намекаю. Покупайте, покупайте. Все будет хорошо. Итак, и, соответственно, что я хотел этим сказать. Так как система новая, и немцы все свои ресурсы сейчас бросили на развитие этой системы. Она насыщается функциями каждый квартал. То, что видите в системе сейчас, вы скачаете новый софт. Там будет не только адаптация, локализация, образно говоря, языка, который несколько коряво был изначально переведен, но и появление новых функций, о которых мы будем стараться вас в активном, в оперативном режиме информировать. Напоминаю, многие, конечно, уже, наверное, видели, как выглядит наше оборудование, но просто вот еще раз. То есть, она открывается вот таким вот удобным образом, она имеется в задней крышке, в отличие от предыдущего поколения, где это было сделано неудобно. На борту присутствует как порт Ethernet с возможностью питания коробки POPOE, так и порт для, собственно говоря, питания внешнего, для внешнего источника питания, который подключается, видите, буквой G, иначе порт Ethernet в него не воткнутся. То есть, это специальный блок питания. Если вдруг вам приспичит найти блок питания со стороны, вы можете это сделать, но имейте в виду, должна быть буковкой G, сам штекер сделан, иначе он просто не воткнется совместно с Ethernet. Вот. Двигаемся дальше. Модули, здесь, мне кажется, опять половины информации нет. Ну, ладно, неважно, основное есть. Особенность нового поколения Microsoft N870 – это одна коробка, одно устройство, которое вы покупаете или заказчик покупает для себя, с тем, чтобы, назначив им различные роли, получить единый организм, работающий как Microsoft. То есть, не нужно заморачиваться покупкой разных модулей, переживать, что нужно на каждой из них держать горячий резерв, если что-то вдруг сломается. Вы покупаете просто 21 коробку, одну коробку выводите в интерфейс Deck Manager для управления базовыми станциями, и 20 оставляете в качестве базовых станций. Собственно говоря, видите, чем занимается устройство N870 в зависимости от заданной роли. Начиная снизу вверх, базовые станции работают на дект уровне и гонят RTP поток, куда надо гнать RTP поток, минуя медиа-сервера. То есть, наша особенность системы такая, что не нужно терминировать RTP поток на медиа-сервер и дальше его куда-то потом гнать, как у некоторых из наших конкурентов, не буду их называть. Есть у этого подхода свои плюсы, свои минусы, но об этом как бы не в рамках семинара. И, собственно говоря, взаимодействие с Deck Manager. Взаимодействие с Deck Manager нужно для того, чтобы научить базовую станцию, точнее трубку, которая двигается в пределах подкрытия базовой станции, понимать, что вокруг нее происходит, каким образом переключаться между базовыми станциями. Deck Manager – это мозг системы. Все SIP-регистрации производятся с него, с его IP-адреса, с его MAC-адреса и прочее-прочее. Все SIP-регистрации идут с Deck Manager, а дальше они просто линкуются на учетке handset, на учетке трубок для пусков. Ну, собственно говоря, подключение базовой станции понятно. И интегратор – это модуль, о котором я скажу дальше. Если вы новый человек, который пришли и пока не знакомы с гигасетом, услышите. Если вы уже это знаете, то, ну, опять же, сейчас не буду на этом останавливаться. На следующих слайдах расскажу. Н-800, Ром, если можешь, тоже меня модерирую по времени. Я часов не вижу, чтобы я... А, часы, собственно, я вижу. Да, есть. Очень большие, прямо посередине. Н-870-я система удобна тем, что позволяет масштабировать, точнее так, расти и развиваться вместе с ростом бизнеса, собственно говоря, конечного заказчика. Если заказчик понимает, что он когда-нибудь вырастет, и ему понадобится микросотовая система, но сейчас он живет в одной комнате, вот как я сейчас сижу, через полгода он уже будет достаточно могуч, чтобы разрастаться, когда он покупает один, да даже один, на самом деле, может купить один модуль N-870, перевести его в режим работы про размер малое, как написано у меня на слайде, и получить технические характеристики, которые вы видите на слайде. То есть максимальное одновременное количество вызовов в данном режиме на данную базовую станцию, совмещенную с ДЭК-менеджером, будет 5, подключение на эту базовую станцию можно осуществить 50 трубок, соответственно, вот это вот как бы минимальный размер, который можно добиться с помощью одной базовой станции. Ничего не меняя, к этой базовой станции можно прибавить, к этому точнее все в одном устройстве, можно прибавить 9 базовых станций, они, по сути, расширят область покрытия данной инсталляции, данной системы. В каждой из этих дополнительных базовых станций у вас будет возможность, вот справа внизу табличка, в ней написано, интегратор плюс ДЭК-менеджер плюс базовая станция, это тот самый модуль основной. Базовая станция только, это те базовые станции, которые вы добавляете к этому устройству все в одном. Соответственно, ограничения вы видите в самом широком случае. Если у вас все кодеки из доступных для вызова убраны, оставим только там PCMA G711, то у вас на базовой станции, как я уже сказал, будет 5 вызовов, а на базовых станций и прочих будет 10 одновременных вызовов. Такие как бы технические характеристики и ограничения связаны с тем, что процессорная мощность устройства, которая выполняет роль все в одном, ну, соответственно, распределяться должна и на управление всей системой, и на осуществление вызовов, поэтому на нее такие ограничения. В случае, если компания вырастает за пределы 10 базовых станций, либо 50 трубок, нужно уже больше 50 трубок или больше 10 базовых станций, то вы просто программным действием, ничего не докупая, никаких лицензий не покупая и аппаратуры, переводите коробку, которая была до этого все в одном, включая базовую станцию, переводите ее в режим без базовой станции, она будет выполнять у вас роль интегратор плюс DECT-менеджер, то есть только мозг-система не осуществляет DECT-покрытие, модуль просто у нее внутри выключается. Вы это увидите, когда, ну, на одном из слайдов в дальнейшем я вам это покажу, если вспомните, если не вспомните, вы поймете, там будет написано деактивировано, то есть этот DECT-модуль, по сути, деактивирован в данном режиме базовой станции. Характеристики вы видите, ну, наверное, пробежались уже, да, я не буду вам зачитывать все, что есть на слайде, вы, наверное, уже пробежались, если же вопросы у вас возникают, напоминаю, да, давайте знак в соответствующем поле презентации, коллеги мне прервут и подскажут, что нужно ответить. Пока двигаемся дальше, потому что время летит очень быстро. Большая система. Большая система появляется тогда, когда у заказчика возникает необходимость выйти за рамки 60 базовых станций, либо 250 абонентов, при этом обеспечив, выйдя за рамки, обеспечив хендовер. То есть, в принципе, если клиент хочет сильно-сильно сэкономить, он может, конечно, разбить свое здание на... Вопрос. Секундочку. Вопрос такой. При близком соседстве с LTE-сетями сотовых операторов DECT-модуль перестает работать нормально. Честно говоря, я не пробовал. Здесь вопрос частотных каких-то пересечений, частотных перекрытий. Ну, так вам скажу, у меня в офисе на Ледниковской, где у нас расположен GIGASET, на крыше через два этажа стоят базовые станции МТС, Билайн, еще там кого-то. Честно, проблем не встречал. Если вы имеете в виду, что близко это два метра, ну, возможно, всякое. Я вам больше скажу, если даже будет соседняя DECT-база ближе, чем два метра, но там тоже, как бы, возможны нюансы. Поэтому есть рекомендация все-таки на какое-то расстояние отвлекать друг от друга. Что касается LTE, Wi-Fi и прочее-прочее, если частотный опозон не имеет, каким-то образом, влияния, то все должно быть нормально. И с обратной стороны, привожу пример, приехали в автотехцентр одной компании, поставили напрямую видимость две базовые станции, а они друг друга не видят. Ни LTE, ничего, ни Wi-Fi рядом не было. Работал какой-то жуткий генератор автослесарной мастерской и вот таким образом влиял на DECT. То есть, возможно, все. На этот случай у нас имеется интерфейс радиопланирования, который как раз позволяет, ну, как минимум, увидеть проблемные места и соответствующим образом на них отреагировать. Либо отнести базы в сторону, либо пойти намекнуть, как бы, хозяину базовой станции LTE, что ты мне мешаешь. Я не знаю, как можно отрегулировать данный момент. Окей, значит, система большого размера. Вы выходите за рамки 60 базовых станций и 250 абонентов и таким образом получаете возможность роста сразу до 6000 базовых станций и 20000 трубок. По сути, это уже не ограничение, по сути, это уже возможности масштабирования очень хорошие. Хотя, конечно, если цель вашей компании, если цель компании-заказчика сделать централизованное управление филиальной сетью, то, конечно, филиальная сеть может и превышать возможности во 6000 базовых станций. Но в этом случае, как бы, ставятся параллельно несколько систем с виртуальным интегратором и так далее, и так далее. Возможности виртуального интегратора. Сейчас я посмотрю. Нет, наверное, не будет другого слайда на эту тему. Возможности виртуального интегратора. Это табличка слева внизу на этом слайде. 100 депт-менеджеров, а точнее так, 100 сущностей с предыдущего слайда. То есть 100 умножить на 60 умножить на 250 с некоторым ограничением. То есть если вы умножите 100 на 250, вы получите 25000. Возможности нашей системы это 20000. Почему 20, а не 25000 на одном из слайдов впереди, ближе к концу. К концу семинара вы увидите. Вот этот слайд посвящен виртуальному интегратору. Видите, да, судя по заголовку. Есть еще такая возможность, как использовать аппаратный интегратор. Аппаратный интегратор это то же самое устройство N870, которое программными средствами выводится в роль интегратора. Таким образом она не выполняет роль депт-менеджера для подключения к себе базовых станций. Она выполняет роль подключения к себе до четырех депт-менеджеров. Опять же с теми самыми ограничениями 60 на 250. Четыре депт-менеджера, ну в принципе как бы да, это сколько получается. 240 базовых станций это хороший склад, да, в принципе. Какой неплохой склад, я не знаю, 10, 15, 20 тысяч квадратов. В принципе это имеет место быть, как бы можно в таком варианте использовать. Для того, чтобы использовать интегратор, опять же какие-то слайды будут дальнейшем этому посвящены, требуется лицензия. Сейчас пока говорить об этом не буду, дальше все увидите. Некоторый шаг в сторону у нас появляется весной, ориентировочно это будет начало мая, может быть начало июня. У нас появится устройство под названием N670. В Европе оно идет отдельно, как базовая станция, сингл-сота. С характеристиками, которые вы видите справа внизу. Поддержка до 20 трубок, до 20 учетных записей вольт и до 8, мышка видна, видна, и до 8 параллельных вызовов. То есть одна базовая станция и 20 трубок. Это в принципе мы как бы выходим на территорию наших любимых конкурентов, которые имеют в сегменте small business решение 8 трубок, 8 звонков одновременных. Мы их здесь несколько переплюнули в том смысле, что у нас будет 20 трубок, 8 звонков. В Европе, как я сказал, устройство идет одно само по себе. Мы для удобства пользователей будем ее продавать вместе с трубкой. Трубка это будет развитие в плане софта трубки C530H из потребительского сегмента. Она будет выглядеть так же, но внутри она будет, во-первых, и чикс, то есть поддержкой дополнительных функционалов, как то обновления по воздуху и прочее, прочее. Она будет прописана в вайт-листах, в белых листах для использования и на микросоте в том числе. То есть мы, по сути, там дальше будет слайд как раз этому посвященный, мы, по сути, за 10 тысяч рублей, это рекомендованная розничная цена, выпустим на рынок такой вот интересный продукт. Имейте его в виду. Очень хорошее решение для магазинов формата 20 на 20 квадратов. Великолепно, там с 10 обслуживающими людьми. Итак, я не буду на этом останавливаться. Я думаю, вы этот слайд уже много раз видели. Те, кто не видел, я готов буду отдельно в сессии вопросов поговорить. Варианты работают. Я думаю, уже все выучили давно. Данный момент мы уже проходили также в первую попытку, но я буду сейчас о нем тоже говорить с одним нюансом. Так как я по причине того, что презентация не очень хорошо с самого начала пошла, так как я конвертировал файл в PDF, то у меня умерла анимация. Так как у меня умерла анимация, соответственно, придется верить моим словам, а картинка этого не покажет. Смысл в том, что данный слайд показывает функции элементов системы, как они выглядят в случае системы с small-medium. У вас есть, как вы видите слева, базовые станции и интегратор плюс DECT-менеджер. И, собственно говоря, что он выполняет, это, по сути, повторение одного из предыдущих слайдов, но оно было здесь предполагалось анимированное. Поэтому я данный слайд промотаю, вы понимаете, о чем здесь идет речь. Наверное, мы пробежались. Здесь анимация подразумевала, что в случае, если в режиме разговора абонент из области покрытия базовой станции A переходит в область покрытия базовой станции B, то регистрация остается жить все это время на станции A, а вот RTP переходит на станцию B, маршрутизируясь транзитом через станцию A. Это просто нюансы работы, которые вам, возможно, придется когда-нибудь учитывать, проводя процедуру дебагинга, травмошутинга, когда что-то идет не так. Когда все идет так, понятное дело, влезать в такие дебри никому времени нет. Трубки. Как я уже сказал, то, что у нас есть сейчас, плюс добавляется трубка C530H в мае 2020 года. Я ничего больше не рассказываю. Имейте этот слайд в виду для того, чтобы увидеть, если у вас что-то не работает с трубкой, то нужно понимать, что нужно эту трубку обновить. Минимальные версии ПО для поддержки профункционала выше представленных трубок приведены, собственно говоря, здесь. И опять же, в нижнюю строчку обратите внимание, как посмотреть версию ПО на трубке. Как я сказал, расположение рядом базовых станций не рекомендуется, так как возможны влияния друг на друга в частотном плане. Наверняка, в прошлый раз я помню, такой вопрос прозвучал. Сейчас, может быть, уже сейчас пишется подобный же вопрос про оперативный температур. Забыл, видите, перевести, я все равно не все перевел на русский язык. Работа системы предполагает температуру от плюс пяти до плюс сорока пяти. Установка на улице возможна в специальных вермобоксах радиопрозрачным, соответственно, материалом. Мы его не производим, но у нас есть, в том числе и в России, как мы недавно выяснили, партнеры компании, европейской компании, которая производит термобоксы, в том числе и для Gigaset. В том числе для Gigaset, по сути, это означает, что посадочные гнезда уже расположены так, как надо для удобного монтажа. Если вас интересуют термобоксы, дайте знать, пришлем контакты нашего партнера. Ни к чему не обязаны, можете выбирать любые абсолютно свои. Требования к оборудованию основное, что спрашивают, какой нужен ПОЯ. Сразу скажу, пока не забыл, в комплекте, в коробке, в которой идет устройство N870, отсутствует блок питания, отсутствует порт ПОЯ, отсутствует провод Ethernet. Провод Ethernet мне нужен почему? Потому что вы базовую станцию вешаете не через полтора метра от коммутатора, что очевидно, а на расстоянии 10-20 метров и так далее. Поэтому провод Ethernet это напрасная трата денег, соответственно, немцы, люди. Экономные. Нежадные, нет, экономные. Соответственно, вопрос возникает. Окей, тогда ПОЯ, какой должен быть коммутатор ПОЯ, какие должны быть характеристики. Вот, пожалуйста, запомните, что есть такой слайд. ПОЯ класс 1 достаточно, так как потребление базовой станции очень маленькое, меньше 3.8 ватт на одну базовую станцию. Почему остальные характеристики здесь, как то выделенный Вилан поддержки, поддержка тегирования это не требование. Выделенный Вилан это все-таки рекомендация, для того, чтобы, понятно, не было влияния какого-то вредного от прочих сервисов в сети. Активация механизма включения качества обслуживания. Знаете почему? Если здесь присутствует в основном инженер, я думаю, ни маркетологи, ни сейлы, то вам понятно, зачем это требуется. Итак, начальные настройки. С чего начать? Это, собственно говоря, определить роль устройства. По умолчанию все устройства из коробки идут в роли только базовой станции. То есть они выглядят как правая база. По-моему, правый как раз световой индикатор горит зеленым светом. Для того, чтобы повесить вам 30 базовых станций и одно устройство, вам по сути перевести роль нужно только одного устройства. Одну из баз взять и перевести ее в роль дек менеджера. Как это сделать? Это вот написано здесь. Нажать в течение 10 секунд, чтобы лампы все погасли. Выбрать роль в соответствии с инструкцией по эксплуатации и вот с этим слайдом. Выбрать роль устройства. И нажать еще раз эту центральную кнопку от 5 до 10 секунд. Не меньше, но и не больше. В таком режиме базовая станция сменит режим активный на дек менеджер или любой из представленных здесь на данном слайде. Обратите внимание, центральная роль это устройство все в одном со статическим адресом. Только такой статический адрес у нас прописан. Но, соответственно, вы можете его, если DHCP по какой-то причине не работает, всегда найти подобным образом. Двигаемся дальше. Не будем терять время. На данном слайде еще присутствуют три роли базы N670. То есть этот слайд именно ради N670 представлен. Нет роли только базовая станция. Именно из-за того, что нет такой роли, вы должны понимать, что в случае апгрейда системы N670, а я, по-моему, этого не сказал, в системе N670 можно лицензией апгрейдить до дек менеджера микросотовой системы. Только до роли дек менеджера, либо вот комбинации. Дек менеджер плюс базовая станция, дек менеджер плюс все в одном и прочее, прочее. Почему нельзя апгрейдить до роли базовой станции? Потому что все эти роли выставляются программно, выбором в интерфейсе в веб-конфигураторе после заливки лицензии. А вот сделать базовые станции устройства можно только через кнопку центральную, через пейджинговую кнопку. Когда вы делаете перенастройку роли через пейджинговую кнопку, у вас срубается вся конфигурация, в том числе файлы лицензии. Это сделано специально и для того, чтобы люди не фантазировали, что можно как-то там обмануть систему, скажем так. Так, для того, чтобы начать работать с системой, нужно найти IP-адрес. Никакого экрана на устройстве нет, соответственно, как бы основная задача. Но так как вы инженеры, вдаваться не будут, я думаю, уже пробежались по табличке слева и все поняли. Итак, первый экран, который вы получаете. Он не переведен на русский язык, он на английском языке, потому что это первый экран, пока нет выбора языка. Что здесь? Здесь, во-первых, вводятся в верхней части дефолтный плагин и пароль. Плагин админ, пароль админ. После того, как вы ввели в админ и админ, у вас тут же открывается окно, а теперь введите ваш основной пароль. Понятное дело, для чего? Для обеспечения безопасности. Требования к паролю будут высвечены, когда вы начнете его вводить. Ну, как бы основные требования это наличие цифр, по-моему, не меньше 8 символов, наличие специального символа. Ну и так далее. И тут же выбираете DECT Radio Band, то есть частотный диапазон для работы в DECT. Обращаю ваше внимание, не экспериментируйте в данном поле. В России разрешенный частотный диапазон это как раз верхняя часть, 1880-1900. Если вы включите что-то там для Латинской Америки, придут соответствующие органы и ужурят вас каким-то образом. После того, как вы ввели новый логин, открывается окно, собственно говоря, статуса. Это текущее состояние системы. Что интересного? Ну, согласен, да. То есть перевод на русский язык, он облегчает восприятие информации. Что вы видите сразу? Во-первых, вы видите роль данного устройства. Во-вторых, MAC-адрес, который в принципе есть у вас на обороте базового блока. Вы можете его всегда найти. IP-адрес выделенный, частотный диапазон. Два важных момента, которые в будущем вам пригодятся. DECT Party, Primary Access Right Identifier. Что-то вот здесь, не ошибаюсь. То есть основной идентификатор прав доступа. Это будет отдельный слайд в рамках данной презентации. Вернемся к нему. Ну и, собственно говоря, версия встроенного ПО. Это на данный момент... На данный момент версия 2.26. Сейчас уже в разработке у немцев идет 2.29. 27 и 28 упустили, пропустили, не стали выпускать, потому что немцы перед выпуском всех софтов проводят его полномногоразовый тест. Этот тест показал какой-то критический момент, по которому немцы решили, что нельзя выпускать такого в виде софт. Соответственно, версия 27 и 28 не увидят свет, появится сразу 29 версия. Возможно, если немцы увидят в 29 такую историю, вы узнаете 30. Ну, смысл в том, что всегда, когда вы получаете новую систему, обновите ее до последней версии. В рамках данной презентации у меня этого слайда нет, но я надеюсь, вы помните. Есть такой сайт под названием Teamworks, на котором присутствует много технического материала и в том числе ссылки на программное обеспечение. Программное обеспечение и для N870, и для интегратора, между прочим. Вы тоже там можете найти, если вам интересно, прямо туда захотите, скачивайте и можете уже начать баловаться. И, собственно говоря, вторая часть на данном слайде – это те активные устройства, которые на данный момент в отличной системе и их состояние. Первый шаг – это переключение со страницы статуса на страницу конфигурации, убедиться в базовых параметрах. Точнее, не убедиться в том, а настроить базовый параметр, как бы это имя, идентификатор устройства в сети. Вы можете оставить его как MAC-адрес, и тогда вам будет удобно его найти по Wireshark, вы будете знать, как его в логах найти. Но все-таки значительно удобнее информация о соответствии имени и MAC-адресу ввести в отдельном файле. А здесь написать, что это пятый этаж, комната номер 24, чтобы понять, где найти эту коробку, если этих базовых станций 820. Иначе сложности. Дальше все понятно, статика, вилан. Далее параметры данного текущего DECT-менеджера, которые вы имеете. По умолчанию емкость системы… Я даже, вы знаете, вылетел из головы. По-моему, маленький, а может быть средний, не помню. Вылетел из головы. Какой по умолчанию емкость системы? По-моему, маленькая. Это означает, что данный DECT-менеджер имеет активный режим, в том числе базовой станции. К нему, соответственно, могут цепляться каким-то образом трубки. Когда вы нажмете на этот карандашик на данной странице, вы провалитесь на следующий слайд, в это окно. Здесь, собственно говоря, вы выбираете емкость системы, маленький или средний. А здесь вы имеете возможность перезагрузить систему в том или ином режиме. Это, в принципе, не обязательно по умолчанию. Но там бывают какие-то случаи, когда это необходимо сделать. Заходите в этот интерфейс и перегружаете. Также на этом окне DECT-менеджера, если промотать немножко вниз, есть отдельная настройка Syslog сервера этого DECT-менеджера. В принципе, эта настройка повторяет глобальную настройку DECT-менеджера в меню администрирования внизу, в основном меню. Это для каждого DECT-менеджера можно настроить отдельно различные Syslog сервера и различные SNMP сервера. Напоминаю, вопрос дебаггинга, траблшутинга и удаленного управления, как раз посвященный этой странице. Это будет, я постараюсь сделать из этого отдельный семинар, отдельную презентацию, так как немцы пока активно работают. Они работают и над MIB-ами для SNMP и прочее, прочее, и над визуализацией каких-то вещей, именно визуализацией, чтобы можно было увидеть графически, что происходит с системой. Как бы это все дальше. Так, первое, как я сказал, когда вы получаете систему, сделайте важный шаг. Обновите программное обеспечение до последней версии. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы в случае, если у вас возникла проблема какого-то технического плана, и вы собираете информацию, что у вас не работает, потом эту информацию скидываете мне, а я ее скидываю немцам. Немцы говорят, ребят, вы как бы мне скинули информацию с софта 23, а у нас уже 26, и я не буду заниматься старым софтом. Обновляйтесь, потом еще раз собирайте вашу информацию по проблемам, и после этого будем заниматься. Поэтому этот момент обязательный, только если у вас вдруг не всплыла какая-то, вот какой-то баг явный в новом софте, а на предыдущем он, по-моему, работает. Понятное дело, такое возможно, для этого случая существует возможность отката. Обратите внимание, первая, вторая строчка на данном слайде это текущая версия программного обеспечения и доступная версия программного обеспечения предыдущих версий, то есть для отката. Доступная версия только одна всегда, она как бы, ее настройки, ее особенности хранятся в системе. Я столкнулся с таким интересным моментом, это как раз из области вот траблшутинга, там какой-то кейс, который на данный момент уже у меня в явном образе всплыл передо мной. Допустим, текущая, вам пришла коробка с версии 2.12, базовая, дект менеджер пришла с версии 2.12, вы ее обновили до 2.26, у вас, соответственно, на этой странице написано 2.26 текущая, 2.12 предыдущая. И вдруг вы понимаете, что у вас что-то не работает в версии 2.26, а какой-то там человек из гигасета говорит вам, ну откатись на предыдущую, может быть на 2.23 работает нормально. Вы откатываетесь, а у вас система рабочая, у вас дект менеджер, у вас развернутые базовые станции, там 34 штуки уже привязаны, они тоже уже, конечно же, обновились автоматически до версии 2.26. А я как бы обращаю ваше внимание, все делается автоматически. Если у вас, вы говорите, дект менеджер обновиться до 2.26 версии, базовые станции после обновления дект менеджера сразу, о, и мы тоже будем обновляться до 2.26 версии. Так вот, вы были 2.12, стали до 2.26, вы обновились вместе с базами до 2.26, а вам говорят, откатись на 2.23. Вы, дект менеджер, откатываясь на 2.23 и обнаруживаете такую ерунду, что базовые станции не хотят откатываться на 2.23, они остаются на 2.26. Начинаются непонятки, вопросы, звонки, письма. На самом деле, как бы, пока это работает именно таким образом, но есть такой финт ушами, как этот вопрос решить. Вопрос этот на данный момент решается следующим образом. После того, как вы откатили дект менеджер до 2.26, заново обновите его до 2.23, заново обновляете его до 2.26, и у вас здесь уже появляется надпись 2.26, а предыдущая 2.23. И еще раз, второй раз делаете, извините, конечно, за прямоту, откат на 2.23. И в данном случае со второй итерацией все базовые станции обновлятся, точнее откатятся на версию 2.23. Ну, такой нюанс, просто запомните его, как бы, как хинт, что называется. Так, что здесь есть? На данном слайде, обратите внимание, есть кнопка «Сразу». Вот это вот. «Сразу» означает, что когда вы залили софт, вот вы нажали «Обзор», выбрали файл для обновления, который вы скачали до этого с веб-сайта нашего, нажали «Закачать», и если вы не выбрали кнопку «Сразу», то у вас будет запланировано какое-то время, и вы будете ждать этого времени. Если вам нужно сразу сделать обновление софта, соответственно, ставите кнопку «Сразу», жмете «Установить», база начинает обновляться. Небольшую просто, вот забегая вперед, опять же, в плане примера, что немцы сейчас делают. Немцы сейчас делают следующую вещь, появится дополнительная возможность выбрать галочку «Дождаться завершения всех активных вызовов». Когда вы поставите эту галочку, новые вызовы перестанут инициироваться. Если клиент, если пользователь захочет набрать какой-то номер, ему на экране будет написано «Сервис временно недоступен», чтобы клиент не пугался, это означает, что планируются какие-то действия по работе, по конфигурации, по переконфигурированию системы. На самом деле, обновление софта – это 5 минут, поэтому невелика беда, никто не успеет пострадать. Вот такая вот особенность, которая появится в скором времени. Настройка базовых станций и синхронизация. Когда у вас появляются базовые станции, когда вы их начинаете подтягивать потихоньку друг к другу, собственно, это вот тот интерфейс, который у меня в офисе сделан, я на нем вам все скриншоты собрал. То есть, смотрите, есть DECT-менеджер, вот устройство все в одном, он обозначается как LocalBS. Базовые станции обозначаются как BS с неким MAC-адресом. Вопрос, какое время обновления? Ну, как я уже сказал, порядка 5 минут. Порядка 5 минут, очень быстро все. Как это сказывается на обслуживании абонентов? На данный момент это будет обрыв всех звонков. В случае, если вы нажали обновить немедленно, в будущем софте будет возможность, как я сказал, поставить галочку, дождаться завершения всех активных вызовов. И тут, вы когда это сделали, система сама следит за активными вызовами, не дает осуществить новый вызов. Последний вызов активный завершился, система пошла в перезагрузку. Загрузилось через 5 минут, клиенты могут опять звонить. На экранах у них уходит надпись «Сервис временно недоступен», они могут начать звонить. Вот таким образом сказывается. Итак, на данном интерфейсе видно, что есть локальный DECT-менеджер, есть базовая станция уже подключенная, и здесь внизу базовая станция в состоянии ожидания. То есть это та базовая станция, которую по своему внутреннему протоколу DECT-менеджер нашел активной в сети, готовой для того, чтобы ее зарегистрировали на себя. Собственно говоря, для того, чтобы это сделать, вы нажимаете вот сюда вот на эту галочку, и предположительно проваливаетесь вот сюда, в это окошко. Проваливаетесь в это окошко, здесь вы можете опять же имя слэш расположения обозначить ее нужным образом, выбрать тип адреса, нажать «Включить базовую станцию» и, собственно говоря, запустить ее. Вот так как вы это сделали, она у вас появится, третий, ну то есть дополнительный, уже поле вот здесь вот «Администрирование». Сейчас написано «Администрация», но, как корявая, адаптация немцев скоро должны исправиться. Итак, у вас появится третья базовая станция. Что здесь интересного есть, да, MAC-адреса вы всегда видите, имена видите, номер RPN, об этом чуть позже я расскажу, откуда, зачем он нужен и почему он очень важен. Переслать, это та самая адаптация, это на самом деле не переслать, это была аббревиатура FW, немцы ее перевели, видим, как Forward, хотя это firmware, ну соответственно это SO. И статус синхронизации, имеется в виду синхронизирован, статус, что базовые станции друг друга видят. Для того, то есть, чтобы попасть в это окошко, вы жмете опять же вот на этот, на карандашик, вот этот вот, да, слева который, и проваливаетесь опять же в настройке базовых станций, чтобы увидеть здесь что? Возможность удалить базовую станцию и, если такая нужна есть, ее перегрузить. Удалить базовую станцию, ну бывают такие случаи, когда это нужно. Больше, собственно говоря, интересного здесь ничего нет, кроме опять же, вот опять, эти вот все моменты с аббревиатурами, не переведенными а-ля ПАРИ, RPN, RFPI, они особенно важными станут в случае настройки больших систем, когда у вас будут системы масштаба несколько сотен, несколько тысяч базовых станций. Тогда уже без этого не обойтись, чуть позже о них расскажу. У нас уже час прошел, у меня даже, надо мне как-то ускоряться опять. Итак, синхронизация DECT. Я предполагаю, что вы все знаете, но я кратко расскажу. То есть уровни синхронизации предназначены для того, чтобы определить, кто в системе задает синхронизацию, а кто слушает. Уровень синхронизации 1 – это мастер. Мастер LWS, галочку здесь поставили, ну просто так, что называется, как бы это ни было обязательно. Это означает, что эту базовую станцию можно, не нужно, не обязательно, а можно использовать в качестве источника синхронизации для устройств, которые хотят синхронизироваться по LAN, по LWS. Устройства базовой станции и прочее выставляются уровень синхронизации от 2 до 15 в конфигурации «звезда». То есть для того, чтобы передать от мастера синхронизации на какую-то отдаленную точку, между этими устройствами находятся базовые станции, и для того, чтобы эту синхронизацию передать, в каждой последующей базовой станции дается уровень синхронизации 2, 3, 4, 5 и так далее. Для чего синхронизация нужна? Основная функция синхронизации в системах дектовских это возможность дать трубке понять, какой частотный диапазон, какой тайм-слот на данный момент свободен для того, чтобы его занять на базовой станции. Если вы занимаетесь хендовером, то есть передачей звонка, в случае движения абонента, передачей звонка от базы к базе, синхронизация нужна для того, чтобы не попасть на занятый слот. Чтобы базовая станция первая знала, что у базовой станции второй свободный пятый, восьмой тайм-слоты, и трубка прыгнула именно на них. Это особенности работы DEC-системы, частотных диапазонов, тайм-слотов и прочее. То есть это обязательно для хендовера. Если вам хендовер не нужен, делайте очень просто. Выставляете кластер 1С, 2С, 3С, 4С, выставляете уровень синхронизации у каждого по одному. У вас это будут отдельные сингл, одноячеистые зоны без возможности хендовера. Они будут точно так же работать, пока человек сидит за рабочим местом. У него будет вызов совершенно спокойно осуществляться. Но если он пойдет в зону действия другой базовой станции, вызов оборвется. Обратите внимание внизу источник синхронизации DECT. Здесь будут три варианта DECT, LAN и смешанный. О них также чуть позже вы это увидите. Кластеры. Собственно, я вот сказал сейчас про кластеры. Кластеры, так как вопрос возник, для чего нужна синхронизация. Вот, кстати, здесь немножко как бы введения в том числе в эту сторону. Зачитывать не буду. Есть просто особенность, как работает хендовер, роуминг и распределение нагрузки в рамках базовых станций. И DECT менеджеров в том числе. Хендовер и роуминг в нашей системе могут работать в масштабе 6000 базовых станций совершенно спокойно. С использованием интегратора. Для этого просто нужно будет включить синхронизацию DECT менеджеров. То есть синхронизацию этих больших кластеров друг с другом. А вот распределение нагрузки, она работает только в рамках одного DECT менеджера. Ну, это как бы понятно почему. Потому что распределение нагрузки, оно в конкретной точке осуществляется. Смысл его в чем? У вас базовая станция уже имеет, тут 10 будем считать, да, там PCM кодек используется, G711. Базовая станция уже имеет 10 активных вызовов. Клиент с трубкой, а их может вот в комнате сидеть 200 человек одновременно, почему нет. 11 человек хочет позвонить. Если одна базовая станция в пределах слышимости этой трубки, он получит отбой. Невозможность сервиса. Если рядом висит вторая база, вызов пойдет на эту вторую базу. Даже если как бы сигнал до нее слабее, чем до этой, но это возможности и особенности работы системы. Для распределения нагрузки. Есть в странице статуса, когда вы провалитесь, я не помню, была ли такая страничка в презентации. Я пока скажу, пока не забыл. А потом посмотрим, может быть, где-то встретим на слайдах. На базовой станции есть параметр пиковой нагрузки. За время активности базовой станции пиковая нагрузка когда-то там была 10 вызовов. Вы все понимаете, что, ребята, здесь случаются отказы в обслуживании. Здесь рядом нужно повесить на расстоянии полтора метра вторую базовую станцию. Потому что это образная столовая или это образная митинг-рум какой-то. Здесь нужно обеспечить большую емкость работы системы. Кластеры. Там были кластеры. Здесь, собственно говоря, как эти кластеры выглядят в рамках работы с одним deck-менеджером. То есть в рамках одного... Здесь начинается небольшая путаница в том смысле, что есть кластер deck-менеджер, а есть кластеры синхронизации. Не хватает, к сожалению, русских слов, как, впрочем, и английских. Потому что в английском тоже постоянно люди жалуются. Я просто смотрю, как бы мои коллеги в переписке тоже жалуются на данный момент. Путаница в кластерах. Итак, в случае, если есть помещение, разделенное какой-то капитальной стеной, слабо радиопрозрачной или пожарной какой-то дверью, то вы делаете конфигурацию с синхронизацией deck в одном помещении и в другом. Не можете их синхронизировать друг с другом, потому что дверь не обеспечивает качественный прием сигнала. Соответственно, вы делаете два кластера. Вот, обратите внимание, кластер 1С, кластер 2С. У вас все будет работать. У вас здесь будет работать роуминг-хендовер. Перешли сюда, у вас работает роуминг. То есть трубка зарегистрируется, и здесь опять же будет работать хендовер. Но вот здесь будет всегда обрываться связь. Такая особенность. Чтобы этого избежать, появляется возможность использовать у нас в нашем устройстве синхронизацию по LAN. На данный момент этот слайд посвящен чистому LAN. Он просто говорит о том, что декта как такового явно здесь нет. Но, обратите внимание, уровни дект не имеют значения. Но я вот выделил оранжевым цветом, оранжевым гигасетовским цветом. Что дект, сигнал соседних баз все равно должен приниматься базой. Почему? Потому что синхронизация по LAN позволяет базам знать, какие частотные диапазоны свободны. Но трубка не сможет перескочить на другую базовую станцию. С первой, скажем, базовой станции на вторую базовую станцию. Если она не видит одну и вторую базовую станцию. И эти базовые станции не видят хотя бы чуть-чуть друг друга. Грубо это выглядит следующим образом. Для радиопланирования, когда вы берете комплект нашего радиопланирования, на трубке измерительной смотрите. Уровень сигнала минус 65 дБ. Это крайний уровень. Даже можно 70, но лучше 65 дБ. Это крайний уровень, когда гарантированно базовые станции могут синхронизироваться по декту. Синхронизация по LAN дает возможность использовать базовые станции на расстоянии в децибелах. Да, я не в метрах, а в децибелах. На расстоянии 80-85 дБ. Это в принципе означает экономия на аппаратных модулях порядка 15%. То есть вы покрываете помещение не сотней баз, а 85 базовыми станциями. Но очень существенные требования к синхронизации LAN предъявляет к инфраструктуре. Об этом чуть позже. Сейчас я буду опять ускоряться, потому что время летит. Итак, смешанный вариант в рамках одного дект-менеджера, имеется в виду смешанная синхронизация в рамках одного дект-менеджера, означает примерно следующую картину. Есть возможность хоть как-то, хоть мытьем, хоть катанием базовую станцию 1, вот эту вот, синхронизировать с базовой станцией 7. Вот видите, этим зеленым штрих-пунктирным сигналом, черточкой области. То есть они видят хоть как-то себя. Оранжевая это 65 дБ, зеленая это 80 дБ. Если такую ситуацию можно организовать, обеспечить, тогда вы настраиваете базу 1 как PTP-мастер. PTP это Time Precision Protocol, что-то такое вот. Precision Time Protocol. А базовую станцию 7 вы настраиваете, так вы знаете, LAN-мастер база 1, синхронизация по LAN базы 7, вот это вот. Плюс PODECT уровень 4. Вот она уровень 4, видите ее. А вот уровень 5 базовой станции 8. При этом базовая станция 8 синхронизируется от базовой станции 7. В данном формате это вроде бы выглядит путанно, но вы не поверите, как будет выглядеть путанно все, когда будут разговоры те о больших системах, когда там несколько сотен базовых станций. На самом деле это все просто, если это один раз сделать и понять. Итак, базовая станция 1 раздает синхронизацию по DECT уровней 1, 2, 3. Сюда она раздает синхронизацию по LAN, потому что стенка непробиваемая. А эта базовая станция синхронизится от LAN и раздает синхронизацию по DECT дальше на базовую станцию 8. У нас получается, есть handover и есть roaming. То есть полнофункциональная база в рамках одного кластера. Если вы вдруг делаете два разных кластера, сразу просто запомните, handover не будет. Двигаемся дальше. Когда вы делаете одну из базовых станций синхронизация по LAN, а вторую из базовых, какую-то из базовых станций синхронизацию по DECT, у вас вот здесь вот появляется, появляется меню смешанный, по умолчанию его не будет. Когда у вас будет меню смешанный, здесь у вас настроен LVS и DECT. Запомните, пожалуйста, этот момент, чтобы не было потом неприятностей. Если вы выберете LVS, все ваши базовые станции синхронизируются по LVS. Если вы выберете по DECT, все ваши станции синхронизируются по DECT. Если у вас смешанная синхронизация изначально, только жмите на смешанный. Вот это не очень безопасно немцами сделано. Я бы, наверное, посоветовал им что-то подумать, как это изменить. Но просто пока для инженеров это основная тема. Имейте в виду, работайте именно так. Всегда использовать смешанный и не использовать эти, если у вас разные варианты синхронизации. Так, синхронизация по LAN. Ну, собственно говоря, синхронизация по LAN здесь все просто. Master LVS это всегда DECT с уровнем 1. Вы никогда не сможете поставить вот здесь вот галочку и здесь, если у вас синхронизация там 2 или 15 или что-то между ними. Поэтому эта синхронизация означает только DECT, потому что для LAN синхронизации как таковые не имеют значения. Для LAN синхронизация это Master Slave. То есть есть в одной broadcast сети мастер, который раскидывает P2P пакеты по всей сети. И есть все, которые его пытаются услышать. Соответственно, тот, кто имеет DECT уровень 1, тот может назначаться мастером. Остальные базовые станции ставятся в режим синхронизации источник синхронизации LVS. Но запоминай, помните, что DECT все равно важно, чтобы в пределах видимости присутствовал. Выбираете, жмете источник синхронизации LVS, поехали, поскакали, дай бог синхронизировалось. Дай бог синхронизировалось в том смысле, что возникает большое количество требований. Еще раз, штрихпунктирная и как бы основная означает, что есть сигнал для синхронизации по DECT, то минимальный, возможный. И сигнал, который позволяет использовать синхронизацию по LANO. Вот это вот окошко, если не все вдруг из вас заходили, есть возможность увидеть... Все, будет на следующем, да? Нет, ну, где-то там будет. Значит, вот это вот окно визуализации, немцы его сейчас улучшают, оно будет более информативно, потому что 200 базовых станций в одной простыне это сложно. Там будет что-то многоуровневое, я не знаю, как они это будут делать. Что это означает? Вы идете на страницу статус, не настройки, а статус, да, правая которая. Там выбираете сегмент DECT менеджера, выбираете базовую станцию, вроде бы так. И внизу там будет где-то надпись визуализация, ну, что-то такое. Не помню, честно, сейчас постараемся найти его на одном из следующих слайдов. И эта визуализация позволит вам открыть вот такое вот окошко, и вы увидите. SYNC Level 1 – это ваш мастер. SYNC Level 2 – это какая-то там базовая станция. И RSSI 17. Штрих-пунктирная линия означает, что, к сожалению, сигнал слабенький. То есть его можно использовать для LAN, но нельзя использовать для DECT. Для DECT он будет выглядеть как серая линия, соответствующая, как бы, система будет говорить, что для меня уровень достаточный, хороший, чтобы была обеспечена хорошая синхронизация по воздуху. Итак, преимущество синхронизации по LAN. Пробегитесь сами, не буду я все это зачитывать. Основное, что я скажу, это необходимо, это недостатки, конечно. Презуществует сами прочитать, недостатки я прочитаю. Precision Time Protocol должен быть обеспечен в системе с отклонением не больше 500 нс. Как это посчитать на живой сети, будет один из слайдов в дальнейшем. Дайте я сам пробегусь, что там написано, почитаю. Да, вот здесь имеется в виду, что с коммутаторов желательно снять всю нагрузку, не связанную с телефонией. Почему? Потому что вроде бы вы включили отдельный ВИЛАН, у вас отдельный ВИЛАН отрабатывает трафик базовых станций, отдельный ВИЛАН занят там данными какими-нибудь, у вас очередь там грамотно, все приоритизация, все великолепно работает, но процессор у вас один. Если вдруг идет какой-то пиковый трафик, у вас идет сразу несоблюдение требований о вариации задержки 500 наносекунду. То есть у вас процессор загрузился другим трафиком, пошел джиттер, у вас рассыпалась синхронизация по LAN. Это плохо. Это плохо, но в том числе, что пока она не поднимется, у вас не будет работать в телефоне. Поэтому, когда вы планируете себе сделать синхронизацию по LAN, вы открываете некоторые страницы на сайте GIGASET и читаете, как с этим делом справиться, как определить, что моя система подходит. Опять же, презентация вам будет роздана, я не буду вычитывать дословно все эти абзацы, почитайте. Дам вам еще 5 секунд дойти до конца. Если вопросы какие-то останутся, также вот есть страница в Википедии, там можно все найти. Кстати, у нас эта информация открыта на сайте, как я сказал, Teamwork.gigaset.net не ошибаюсь. Там вся информация в открытом режиме, только часть закрыта. В открытом режиме все присутствует. Кстати, вот в закрытой части там будет, по-моему, как раз организация кластеров, которые я вам сегодня расскажу. Итак, это как раз, ну, как графический интерфейс, каким образом можно проверить работу инфраструктуры LVS на предмет готовности для P2P протокола. немножко вперед, получается, я промотал, в том смысле, что в части дебагинга будет присутствовать настройка работы системы N720 по протоколу SSH. То есть, можно в данном, в новой нашей системе зайти через, на команд-лайн интерфейс устройства и по протоколу SSH получить к нему доступ административный для того, чтобы давать различного рода команды. Там, Unix-подобный интерфейс, кто разбирается, тот увидел, наверное, уже. Я в меньшей степени разбираюсь в этом Unix, поэтому вам даже легче будет с этим разбираться, чем мне на данный момент. Я только начинающий Unix, что называется. Итак, для того, чтобы включить доступ, вы заходите в режим администрирования системы в веб-интерфейсе ДЭК-менеджера и заводите пароль на CLI. Как только вы завели пароль на CLI и сказали установить, у вас включается возможность подключения к ДЭК-менеджеру и к базовым станциям отдельно. Для того, чтобы зайти на ДЭК-менеджер или базовую станцию, нужно использовать логин и пароль. Обращаю внимание, на слайде эта информация есть. Логин CLI, пароль тот, который вы задали. После того, как вы получили доступ к системе, вы вводите команду sudo kill minus 10 DLSD и вы включаете режим генерации C-слог сообщений о P2P протокола применительно к той конкретной базовой станции, на которую вы эту команду ввели. Данная команда работает только на устройствах в режиме SyncSlave, то есть SyncMaster это не для нее, только SyncSlave. Она определяет реакцию на P2P и соответственно все слог скидывает. Я вам сейчас скажу. Да, вот я сделал слайд отдельный, я поставил у себя, ну я не знаю, есть у вас все слоги, я скачал фриварный абсолютно виртуус слог сервер, не ошибаюсь. он удобен для меня оказался тем, что у него есть возможность фильтровать выдачу. Легко фильтровать, удобно, удобный вариант. Я поставил фильтр на DLSD пакеты и соответственно я увидел вот такую картину от одной из базовых станций. Здесь видите в выдаче первая, вторая строчка это собственно говоря вот эти вот джиттеры, они не превышают 500, соответственно у меня на лане на одном из предыдущих сейчас я посмотрю было у меня далеко ну ладно далеко значит не превышает соответственно прошло 30 секунд после того как я поставил синхронизировать по лану и у меня все качественно синхронизировалось. Двигаемся дальше. Что такое P2P мастер для того чтобы включить синхронизацию лана в сети? P2P мастер это не применительно к гигасепту что-то какое-то ноу-хау. Это в принципе уже давным-давно придумано не нами стандартизованно используется в различных видах устройств здесь прочие устройства видите внизу прочие устройства также могут играть роль P2P мастер википейдж на нашей странице вики вы можете найти список устройств которые могут задавать синхронизацию там и циск есть и все многие как бы очень популярные решения и так P2P мастер в случае вот пример один P2P мастер все будет работать хорошо ровным счетом до тех пор пока отсюда и до дальней точки через два свеча будет обеспечена стабильная не больше 500 наносекунд джиттера задержки сигнала P2P как только у вас возникает коммутатор посередине который вносит эту самую задержку но не блокирует трафик P2P то есть означает это что трафик P2P кластера 1С а это означает немножко как бы уже сложности P2P сабдомен 21 трафик P2P с этого коммутатора пройдет сюда они воспримут нормально нормально синхронизируются сюда попадут а за этим свечом уже там 600 наносекунд и прочее прочее то есть они будут видеть этот трафик но не смогут к нему синхронизироваться в этом случае заводится изолейтед кластер изолированный кластер они начинаются у нас конфигурации с цифры 8 и там до какого-то уровня 8-9 и так далее в вайршарке вы увидите как P2P сабдомен номер 28 изолированный сабдомен позволяет видеть собственно говоря будут видеть устройства и P2P сигнал отсюда но в изолированном заводится свой P2P мастер который в локальном сегменте синхронизирует данные устройства в случае если эти P2P мастеры так секундочку да значит соответственно в данном случае можно обеспечить и роуминг и хендовер несмотря на то что это разные сабдомены можно обеспечить полнофункциональную работу сети 2 P2P мастера с блокирующим трафик P2P свитчом соответственно делается как кластер 1 и кластер 1 не важно они уже не влияют друг на друга но хендоверы у вас тут уже работать не будет это просто абсолютно обособленные два сегмента которые живут сами по себе когда у вас синхронизация случилась успешно у вас базовые станции загораются двумя зелеными лампочками все слайд об этом если пошел активный вызов ну соответственно у вас появится здесь мигающая там какая-то синяя если не ошибаюсь дополнительно итак настройка профилей и аккаунтов окей здесь наверное все просто я не буду задерживаться стараться на этом сильно если вы работали с гигасетом вы уже все это проходили 10 раз заводите новый аккаунт выбираете тип телефонной станции абсолютно неважно какой выберете это просто говорит о том что можно использовать специфические функции для каждого из данных виды телефонных станций но базовые везде работают одинаково момент разрегистрировать удаленную трубку не совсем корректно удаленно она не далекая какая-то а если вы трубку выключили погасили батарейка села то сип регистрация разрегистрируется если вам нужна эта настройка вот сюда вы заходите в настройки поставщика вольп услуг и здесь выставляется это один из моментов связанный в том числе с повышением отказа устойчивости обратите внимание резервный сервер я не буду сейчас вдаваться в эти детали потому что я постараюсь сделать это в отдельный вебинар дублирование серверов и так далее и так далее здесь из того что нужно сейчас увидеть и запомнить это необходимость подключения к ансер машин что у нас такое русские слова автоответчик конечно для того чтобы включить автоответчик здесь у вас включается сип сабскрайб для включения автоответчика передача нового набора ну очевидно если стоит да то у вас автоматическое согласование если вы поставите нет у вас появится дополнительное меню вы видите вот это это не сюда просто стрелочка идет она должна отсюда идти исправлю у вас соответственно появится меню как согласовать дтмф по ссылке по рфс по сип инфу по аудио каналу и так далее то о чем я говорил для того чтобы обеспечить 5 либо 8 либо 10 вызов если вы хотите 10 вызовов вы этого никогда не добьетесь до тех пор пока у вас здесь висит G729 убирайте из активной в доступной и вы даже в статистике базовых станций увидите лимит активных вызов станет не 8 а 10 CSTA ну это как бы подключение сетя интерфейса так же я не буду на этом сейчас останавливаться потому что нужно применительно к конкретной системе это обсуждать данное поляна поляна данное поле настройки предназначено для конфигурирования нестандартных тоновых сигналов для трубки основное требование которое нужно чтобы включить данные нестандартные тона это либо вы сначала все настраиваете потом регистрируете трубку либо текущую зарегистрированную трубку вам нужно отключить в смысле отрегистрировать подъект и подключить заново потому что именно в момент регистрации подкачивается информация о том какие специальные сигналы будет трубка наша поддерживать как я уже сказал это нужно в отдельную тоже область выносить итак настройка абонентских трубок это все просто напоминаю в прошлый раз говорил если сейчас подключились новые люди для того чтобы получить доступ к сервисному режиму нашей телефонной трубки вы ее выключаете зажимаете кнопки 147 включаете и несмотря на экран нажимаете 76200 там будет все мигать не обращайте на это внимание 76200 и после этого появляется вот такой вот экран в этом экране вы можете сделать ну как здесь указано handset reset и есть многие разные другие интересные какие-то режимы которые могут пригодиться настройка не настройка точнее использование программного смещения quicksync тоже не надо игнорировать программное смещение quicksync нужно для того чтобы обновить firmware трубки трубки дектовской до последней доступной версии здесь вы никакие файлы не скачиваете вы обеспечиваете подключение ноутбука к интернету потому что запрос идет на сервер гигасетовский жмете найти трубку потом жмете актуализировать данные по текущей версии софта и жмете обновить 2 минуты трубка обновляется вы получаете возможно новый функционал трубки о котором вы не подозревали если у вас что-то старое пробегите проверьте интерфейс только на немецком английского там нет английский есть это ну как бы я не стал русского нет не переведено русский но там ничего сложного что еще можно сделать можно выбрать картинки можно выбрать специальные какие-то мелодии свои туда тоже на трубку залить на сл 750 как минимум что здесь есть из интересного да видите да и периминает Федор Чумаченко Петр Тюрин Анна Башкатова это собственно говоря те сотрудники которых я перевел на нашу Микросотту вторую остальные у нас живут пока на Микросотте первой ну как бы я если я уроню одних чтобы другой другой парк трубок продолжал работать у нас в офисе и так что здесь интересного можно увидеть во-первых переслать это тот самый FirmVN а не форвард ни разу здесь видна текущая версия программного обеспечения когда вы видите надпись ПРО это означает что эта трубка воспринялась системой как ПРО и она получает полный функционал при работе с нашей Микросоттой и видите ИПУИ регистрация трубы как вы дальше увидите можно делать ИПУИ ну это как ИМЕИ на мобильном телефоне не буду объяснять не используя ИПУИ если вы не используете ИПУИ не лезьте в это поле вот просто не лезьте оставляйте его пустым выбирайте статус это не по умолчанию а по умолчанию он не регистрировался выбирайте статус зарегистрировать если хотите случайный пин-код если нет будет 4 0 вводите данные по аккаунту жмете зарегистрировать вот здесь вот зарегистрировать сейчас и у вас соответственно все регистрируется на одном из первых слайдов была галочка для умещения мощности это подключение разъем для внешней антенны будет на одной из следующих итераций N870 она по сути будет точно такая же N870 но с дырками для включения внешних антенн на данный момент включения внешних антенн нет снижение на 8 децибел нужно это не увеличение сигнала на 8 децибел это снижение сигнала для того чтобы ну бывают такие случаи когда базовая станция висит около там скажем края помещения дальше дорога дальше жилые здания и безопасники ходят ребят что-то у вас это станция фонит аж до жилых зданий и ай-яй-яй зарезайте и вот тогда как бы имеется возможность зарезать сигнал базовой станции чтобы она далеко не фонила чистое обеспечение безопасности но не усиление сигнала и так что здесь есть да в этот момент действительно сложно прочитывать полностью сообщение чтобы люди когда смотрели записи могли понимать конечно я за предыдущий так делал этот забыл здесь важная информация это включение коллистов то есть списки вызовов количество пропущенных совершенных и так далее и так далее что там еще ну собственно все по умолчанию они в принципе включены эти галочки но как бы нужно убедиться вот для чего это нужно да понятно когда вы на телефоне видите мигающую лампочку что у вас были пропущенные вызовы и хотите знать кто вам когда звонил это те самые списки вызовов которые хранятся на базе и на про трубку эти списки вызов передаются на консеймерскую обычную трубку вы не получите доступ к спискам вызов напоминаю здесь все просто включайте режим регистрации и зарегистрировались это информация которую вы получаете после нажатия на соответствующие кнопки как показано на слайде вы здесь можете найти опять же версию софта вы можете найти и ПУИ для чего это может быть важно вы коробку выкинули информация на телефоне нигде не написана но она прошита внутри здесь вы ее можете найти так это что у нас такое администрирование мобильных устройств а использую и ПУИ ну собственно говоря все то же самое только вы сначала вводите и ПУИ в поле соответствующее для чего это нужно для того чтобы трубку зарегистрировать не сразу то есть вы не хотите там 500 трубок сразу регистрировать а в момент когда пользователь включит трубку и произойдет автоматическая регистрация трубки но в пользователь надо будет только зайти в соответствующий режим и его включить для того чтобы все это произошло автоматически существует сейчас секундочку да вот существует это окно это окно предназначено для того чтобы открыть опять же слово окно открыть окно регистрации на системе N870 на протяжении какого-то времени вы здесь можете задать вы знаете что у вас все ваши потребители придут в течение недели новое здание сделали и вы соответственно говорите длительность регистрации 7 дней все в течение 7 дней система запомнила ваши ИПУИ которые вы ввели будь то через автопровижник или вручную опять же напоминаю автопровижник тема другого мероприятия потому что она слишком масштабная и соответственно клиент зарегистрировался и уже не беспокоя администратора сети получает рабочую трубку почему рекомендую вам когда у нас семинар по автопровижнингу случится его послушать потому что ну дай бог половина всех настроек которые можно сделать на системе N870 доступны через веб-интерфейс оставшиеся 50% только через автопровижник веб-интерфейс их просто в принципе нет для того чтобы если интересно самим начать этим разбираться либо запустите поиск на сайте teamworks gigaset.net со строчки N870 автопровижник там выберите all parameters если я не ошибаюсь что-то такое если вы по-английски шарите вы можете там какую-то информацию почерпнуть там все параметры все именно параметры автопровижника будут присутствовать в английском описании надо постараться если интересно администрирование администрирование это собственно говоря моменты которые нужно иметь в виду но которые не влияют на собственно функционирование системы напрямую в лоб первое это широкополосное соединение с кодком G722 как только вы его включаете вы получаете максимум 5 вызовов это нужно понимать как бы и не жаловаться что почему у меня только 5 потому что вот написано конечный адрес сам честно пока не столкнулся с этим моментом мы не знаем как он работает столкнулся расскажу проматываю дальше это префиксы во первых на этой странице можно использовать префиксы а во вторых можно настраивать выбор тона по умолчанию когда устройство приходит оно идет если я не ошибаюсь в режиме настроенном на вот эти вот схемы тонов Германия а Германия это такие три коротких вызова и пауза люди не готовы к данному тону данному КПВ воспринимают как сигнал отбой бросают трубку и в панике бегут начинают звонить и жаловаться что у вас система не работает заходите сюда и не находите здесь Россию к сожалению в следующем софте который будет реализован Россия уже появится я жду не дождусь 27-28 выпал 29-й надеюсь в дальнейшее время будет доступен и вы там увидите схемы тонов для России с нормальным КПВ длинный тон и так далее с префиксами не очень удобно сделано в Гигасет могли бы более гибкую сделать систему но как бы жаловаться не приходится есть какая и есть по-хорошему если вы хотите заниматься настройками работой с префиксами вам нужно лезть на вашу телефонную станцию и там уже на уровне отрезания и добавления каких-то дополнительных цифр управлять системой связанные с настройками диал-план так VoIP что у нас здесь здесь у нас собственно говоря настройки качества обслуживания внизу вы можете нестандартные как у нас выбраны параметры SIPTOS DiffServe и RTP TOS DiffServe выбрать соответственно подстройки под вашу систему как у вас происходит формирование очередей на инфраструктуре порты ну вот например из недавнего мне вопрос задавали а как задать порт это по-моему не здесь но не важно все равно скажу порт для RTP диапазон у вас там по умолчанию там порт такой-то стоит а мне нужно там 16000 какой-то настроить недоступно через веб-интерфейс но доступно через автопровижение то есть если у вас есть такая задача не отмахивайтесь а посмотрите в систему автопровижн может быть параметр там есть его надо просто как бы прописать прописывается все просто если кто уже сталкивался делается файл xml с определенным синтаксисом и зашивается в систему через оплот файлов все на самом деле очень просто ну это собственно говоря да про разный вариант полейтос дальше идем онлайн справочник льдап захотите разбираться как бы можно разбираться я просто быстро через них опять же пробегусь есть поддержка десяти здесь почему-то только восемь меня поместилось десяти справочников льдап которые можно настраивать по группам абонентов так как к трубке в том числе отдельно справочник можно привязать здесь они формируются а привязываются они уже в трубках об этом должны нам забывать то есть в двух местах чтобы настроить работу льдап включить каталог настроить параметры и вперед вперед побежали это пример приведен сервера там по-моему написано сорф что-то там в общем графически удобоваримая программа которая позволяет работать с льдап справочниками удобно ну как бы немцы рекомендуют окей почему бы и нет поле соответствующее льдапу в данном каталоге если промотать немножко вниз здесь вы можете настроить соответственно фильтр имен номеров и так далее и так далее и включить разные режимы обращаю ваше внимание я не стал как бы это выводить в отдельную на отдельные слайды потому что не смог скажем так не смог реализовать у многих у большинства почти у всех собственно говоря параметров рядом с параметром присутствует вопросик вопросик этот не переводится на русский язык на него ну сделано как-то в архитектуре таким образом что видимо используются какие-то сегменты памяти кода я не знаю которые не ну нельзя адаптировать скажем да для использования в России то есть подсказка будет на английском языке надеюсь это вам никак не помешает но смысл в чем вы везде видите эти вопросики они серенькие их можно проглядеть но если вам какой-то параметр непонятен нажимаете на вопросик и выскакивает попа-попошка с подсказкой как оно все работает точно так же в моменте когда вы конфигурируете систему справа вверху там где логин пароль выбор русского языка там тоже есть возможность выйти на подсказку по тем или иным параметрам немцы в этот раз поступили хорошо потому что очень сложно сделать юзер гайд юзер по-русски инструкция по эксплуатации инструкцию по эксплуатации реально очень сложно сделать чтобы ее чтобы в ней описать все что можно сделать системе это будет безумный талмуд который невозможно читать поэтому это либо делать электронный юзер гайд с какими-то там многоуровневыми маршетизациями либо вот в таком режиме вы заходите в настройку системы нажимаете на вопросе и вам краткая справка о том что означает данный параметр вываливается собственно тоже то же самое все из той же оперы подсказки потому как работает альдов важно слева в настройках выберите справочник настройках трубки на то есть там вы задаете просто каталог здесь вы говорите использовать онлайн каталог такой-то такой-то и привязать его можно обратите внимание можно его кнопка прямого доступа это там специально книжечка да такая имеется кнопка прямого доступа а можно кнопки интернал так как в принципе трубки эти функция интернал не работает на данных трубках в режиме микросоты наши интернал это только для сингл соток для не позвонить на абонента зарегистрирована на системе не по тип номеру а просто как некий внутренний сущность кнопка свободное можно использовать вам дана такая возможность что там редактор список ну то есть как бы варианты как как реализовать xml также несколько вариантов можно списком можно редактором можно по фильтрам каким-то образом делать запросы в отличие кстати от n720 системы давались в отличие от n720 системы у нас появляется возможность залить на n870 адресную книгу размером 2000 записи в принципе как бы ну должно быть достаточно всем чтобы не заморачиваться xml мальдапом и прочее прочее делайте там через notepad плюс плюс на какой-то удобоваримый справочник заливаете его сюда через кнопочку файл адресной книги обзор все нормально 30x фонбук supported это означает что собственно говоря можно прямо из 30x прицепить адресную книгу к n870 системе так система в этом фигуратор админ юзер появляется возможность использовать уровни доступа уровень доступа админ это то что было всегда и везде но эта возможность сломать систему если клиенту нужно дать возможность настраивать трубку регистрировать трубку с какому-то непродвинутому админу дать возможность хоть что-то делать на системе появляется режим юзер с какими-то ограниченными правами доступа собственно когда вы загрузитесь в режиме юзер вы не увидите части настроек не то что не скрыт их просто не будет итак обратите внимание то о чем я говорил когда настраиваете петупи проверяете вот в режиме в конфигуратор система вы видите силой доступ через ssh не надо никакие галочки жать вы просто сюда вводите пароль говорите сет но установить он у вас сразу галочки рисуется включать все можете пользоваться что у нас здесь еще доступ подготовка и настройка это как раз тот первый шаг к авто конфигурированию к авто провизиону тот то та строчка которая прошита по умолчанию в 870 выглядит следующим образом в знак процента 9 айди означает что устройство будет кидать на этот сервер некий запрос со своим мак-адресом со своим мак-адресом и в случае если на удаленном сервере будет лежать файл данным с указанием на данный мак-адрес то этот файл будет скидан обратно на 870 устройство и прошит соответствующим образом имеется все то что прошу по все то что прописано было в файле можно сделать по-другому можно выбрать через файл автонастройки обзор выбрать ручками файл как я уже говорил если вам нужно только это один параметр допустим на mtp диапазон сдвинуть отсюда сюда и нажать собственно начать автонастройки когда у вас сейчас что-то я хотел сказать пролетело у меня налад несусь вспомню скажу да вспомнил хотел сказать значит про ртп диапазон как сдвинуть я сказал еще может возникнуть вопрос как задать ртп диапазон это вот из недавнего из недавнего кейса задать ртп диапазона в гигасете никак нельзя потому что он делается динамически в зависимости от системы то есть если вас столько он на каждую базу по моему 240 что ли портов выделяет ну соответственно система будет 10 вас 2400 парков вопрос какими войдет провайдерами в рф уже есть положительный опыт интеграции 870 нужно ли промежуточные у а тс я не совсем понял что такое промежуточные у а тс система 870 работает как большой набор сип регистраций которые бегут на центральный сервер где вначале было написано я предположил что вы уже общались с гигасетом где было написано сервер регистрации такой то есть 20000 учетных записей бегут на сервер регистрации а сервером регистрации может быть любая облачная тс любая аппаратная тс который поддерживает протокол сип 20 в принципе я не сталкивался ни разу пока что с нормальными известными системами в том числе и российскими известными в узких кругах скажем так в россии которые обеспечивают сип 20 которые вы не взлетели на ура просто так по щелчку пальца то есть ничего не надо настраивать кроме сервера регистрации сип аутентификация логин пароль собственно все после того как вы это сделали учетка побежала хотите примеры ростелеком манго тэлфин коммунигейт как тульские ребята нет да ну короче абсолютно абсолютно разные все работают абсолютно без проблем сип 20 все-таки очень стандартизован на данный момент таков вариации в разные стороны его нет все что заявляется все что 30x конечно все что работает и старт сип 20 совсем работает наш система так если по умолчанию принять все сертификаты у нас безопасности написано если вы параноидально настроены или там заказчик параноидально настроен тогда соответственно вы делаете принять не все сертификаты говорите нет и у вас открывается вот такая простыня когда у вас да у вас этой простыни нет чистый экран нажали нет и здесь можете уже мы не ну как бы делал что хотите удалять все сертификаты добавлять свои сертификаты генерировать и заливать вообще там что-то свое дело ваше основе системы лог как я уже сказал использовать в принципе как бы можно и сейчас но расширенно об этом говорить будем позже галочка активировать режим отладка по умолчанию включен потому что там сразу же сыпется очень большой объем информации объем информации он все-таки забивается регистры стеки и прочее прочее не полезно поэтому по умолчанию отключен снмп обратите внимание здесь не влезло да у меня внизу по крайней мере в настройку диспетчера внизу здесь была иконочка скачать мип-файлы если со сыном и знакомы мип-файлы это библиотеки для скачивания на абсолютно третьего производителя снмп-систему библиотеки эти по сути являются инструкциями как обрабатывать те или иные трапы получаемая от 770 устройства и как воспринимать эти трапы устройство перегрузилась то есть обычные инструкции все просто до сервер времени на теперь либо локальные часы обновление по как я уже сказала я уже сказал как бы расширенная поэтому повторяться не буду и напомню backup не backup а откат на версию по которой не было у вас списке доступных чтобы откатились также и базовой станции делается два раза откат обновление откат криво но работает сохранить и восстановить сохранить восстановить это настройки дект менеджера для того чтобы что-то экспортировать по работе базовой станции трубок есть другие настройки о них я скажу как раз в части большой системы коллеги это чувство мне придется вас задержать вообще возможно физически короче настройки дект менеджера это сохранить на одном устройстве вдруг устройство умерло по какой-то причине вы ставите совершенно как бы другой дект менеджер с другим мак-адресом говорите ему восстановить тот самый конфиг и он его абсолютно полнофункционально восстанавливать хоть у него мак-адрес будет и другой но он его восстановит и будет работать с теми же базовыми станциями которые работают можно ли подключить стационарный сип телефонный аппарат например или для перехода звонка регистрации работе будет и так далее если вы стандартный сип телефон от елинка научите работать как трубку дект то вы сможете это сделать потому что это микросотовая дект система это не телефонная станция это микросотовая дект система выполняет еще раз функцию собрать на дект уровне трубки зарегистрировать не на себе она удаленной телефонной станции зарегистрировать сип аккаунты и слинковать дект уровень сип аккаунта вот вся задача если вот этот вот уровень декта будет какой-то елинг и он поддерживает профиль gap welcome будет работать частично без полных функций как-то в списке вызов как я сказал да если трубка не родная то будут ограничения и так возможность перегрузить дект менеджер которым вы управляете в один из следующих режимов обратите внимание хотите его сделать аппаратным интегратором вот пожалуйста выбор только интегратор динамический айпи вопрос в больших сценариях регистрация оппонентов трубок на т.с. происходит дект менеджер или через интегратор вот я надеюсь вы досидите потому что я сейчас скоро до них приду так ограниченный режим максимальный диапазон на кдк ладно это все не интересно здесь мы уже были так статистика здесь надо было промотать направо чтобы вам показать как а вот смотрите видите пик коллс то есть они вот здесь вот у меня в строчку не влезли я их ну как бы на туда промотать направо но вы увидите пик коллс это максимально тот максимальное количество одновременных вызов которые на конкретной базовой станции случилось за время ее включения если вы там увидите там ну если у вас 10 вызов поддерживать если увидите 10 это сразу же как бы триггер для вас чтобы поставить рядом вторую базовую станцию хэво-сетап хэво-релиз это хендовер connection это количество соединений async это к количество когда база теряла синхронизацию connection drops видимо какой-то окейшнук ну окейшнук случайные какие-то сбросы они плановое завершение вызова бизе так инциденты то есть также присутствует в панели статуса меню инциденты в инцидентах есть хорошая вещь какого плана инцидент это что-то что случилось с базовой станции либо с дект менеджером в комплекте с набором сислов сообщений предшествующих данному инциденту то есть вы когда сюда заходите вы видите не просто что база перегрузилась а вы можете нажать кнопочку вот сюда вот здесь наверное просто не показано здесь будет надпись экспорт и экспортировать архивный файл в котором будет сислов то есть во первых описание текстового инцидента и сислов предшествующих событий то есть это уже как бы шаг к такому продвинутому дебаггингу пользуйтесь зайдите посмотрите пользуйтесь вещами в принципе вещь удобно инструмент визуализации это то о чем я говорил то есть вы когда заходите в дект менеджер базовые станции здесь на я не вижу здесь мелковато сейчас видно лаврис от граф да написано что там шоу шоу что там граф ну не суть неважно неважно вот здесь вот вы нажимаете и у вас появляется вот такая вот картинка это больше чем 65 децибел а вот это вот до 65 децибел здесь возможно синхронизация подект это у вас вообще как бы в потерянном состоянии а эти базовые станции их можно подцепить они видите активно но это будет автономный режим работать то есть вы должны будете поставить здесь уровень синхронизации 1 и отдельный кластер чтобы это работало а здесь возможность синхронизация полном между данными устройствами вот расшифровка опять же не буду детально увидите скачаете презентацию и и увидите как что что где что обозначает вот вот мы дошли в нас целых 10 минут на настройку больших систем окей и так настройка интегратора в случае когда у нас появляется интегратор все функции настройки системы уходят с дект менеджера на интегратор дек менеджер когда вы включаете в режим только дек менеджер вы в веб-интерфейсе видеть только одну строчку в настройке где живет интегратор задаете его айпи адрес все больше никаких настроек вы там не увидите ну как айпи адрес пароль логин то есть для того чтобы зарегистрироваться на него будет рассказано модель лицензировать приход между лицензиями без замены оборудования да если я не ошибаюсь я об этом расскажу не убегайте потерпите это будет скоро и так то есть когда вы говорите дек менеджер что он только дект менеджер а уже не интегратор и не базовая станция на нем настраивается только линк на интегратор все остальные манипуляции настройки абсолютно тот же самый веб-интерфейс с дополнительной кстати говоря настройка под названием лицензирования вас будет на интегратор в веб-интерфейсе интегратора большая система сип-соединения ну как бы я не думаю что здесь есть смысл тоже долго задерживаться здесь просто имеется ввиду что трубка при переходе в другой сегмент в активном режиме сип-регистрацию разорвет только после того как завершится активный вызов в неактивном режиме регистрация случится сразу там она будет де-регистер здесь будет регистра большая система на то то же самое что я сказал не буду здесь задерживаться вопрос почему 80 помните я говорил до 250 умножить на 100 это 25000 почему не почему 20 тысяч которые вы пишите а не 25 смысл в том что когда у вас трубки перемещаются между двумя кластерами здесь у вас указаны два кластера в одном кластере если полностью присутствует 250 активных трубок то 251 сюда не придет то есть у вас не будет работать синировым не хендовер у вас просто емкости закончились поэтому в случае больших систем это ну просто как бы опытным путем немцами реализовано что минимальное количество инцидентов возникает когда 20 процентов оставлено на резерв мощностей работая по регистрации трубок и соответствующим аккаунтом получается что когда у вас 250 то следующий не придет а когда у вас 250 минус 20 процентов то свободно кого можно подключаться интегратор как я уже сказал и кратко пробегусь есть два варианта интегратора виртуальный интегратор его можно скачать с сайта гео teamworks gigaset.net соответствующем разделе под названием программное обеспечение проваливайтесь в n870 устройства и там будет отдельная иконка интегратор интегратор вы скачиваете абсолютно свободно пользоваться и можно ограниченное количество времени лицензирование чуть позже аппаратный интегратор все то же самое в плане функционала но только это железка n870 не требуется ничего не подоставить просто выводится в соответствующую роль с соответствующим лицензированием будет поддерживать 4 до прочитали да зачем требуется интегратор ну не буду я как бы дублировать информацию собственно говоря дальше начинаются сложности поэтому если у вас я не знаю если есть желание может быть паузой сделать мне кажется лучше топить давайте добьем но по моим прикидкам еще ну не больше получаса потерпите пожалуйста если интегратор помер или недоступен то всей сети sbs конец звонков не будет когда система загрузилась дек менеджер скачивают на себя конфигурацию и в масштабе своего кластера они будут продолжить работать даже если умер интегратор если произошла какая-то перезагрузка да дек менеджер не сможет скачать конфигурацию уже с интегратора соответственно не сможет завестись это о чем говорит это говорит о том что как обеспечить отказоустойчивость работы интегратора на данный момент отказоустойчивость работы интегратора хардверного обеспечена чисто горячим резервированием то есть есть у вас вторая коробка которую если 1 сгорела вы просто делаете сейф конфиг на нее накатывается она у вас выполняет роль первого устройства немцы грозятся сделать горячие резервирование гради пока не нету ни по времени ни по деталям как это будет выглядеть информация но грозятся сделан горячие резервирование что касается виртуального интегратора то отказоустойчивость виртуального интегратора обеспечивается работой виртуальные машины в в ямваре то есть в ямваре средствами виртуализации должна в достаточной мере быть настроена таким образом, чтобы обеспечивать отказоустойчивость на уровне виртуализации, на уровне виртуальных машин. В таком случае, если у вас где-то умерла одна виртуальная машина, у вас есть всегда вторая виртуальная машина в соседней локации, которая подхватит на себя работу виртуального интегратора. То есть виртуальный интегратор не имеет резервирования виртуальным интегратором. Он на уровне той сущности, где он живет, VM, виртуальной машины, уже зарезервирован. Посмотрим, как это будет работать. Время покажет. Я пока лично не сталкивался с отказами виртуального интегратора, поэтому надо изучать вопросы. Так, первое. Для того, чтобы DECT-менеджеры несколько кластеров собрать в одну кучу под управлением виртуального интегратора, основное, что должно быть сделано, это привязка их всех к одному идентификатору DECT-парий. DECT-парий, как я уже сказал, это Primary Access Right, основной идентификатор прав доступа. Это идентификатор уникальный для DECT-системы в мировом масштабе. То есть нельзя, чтобы две одинаковые системы жили где-то в мире, потому что они, не дай бог, когда-нибудь могут пересечься и здесь начнутся проблемы, если они рядом физически находятся. Еще раз. Данный DECT-парий можно считать со страницы статуса, но нельзя настроить. То есть, если вы сделали первый DECT-менеджер с кластером, уже завели второй DECT-менеджер, вы ручками не настроите, только настроите через автопровижник. Вы с первого считываете пари и делаете файл автопровижника, ну вот как здесь написано на страничке, для того, чтобы его аплод сделать на второй DECT-менеджер и начать после этого уже делать конфигурацию. Подготовка DECT-менеджера для добавления. Вот. Это вопрос, собственно говоря, секунду, вопрос. На каком ПО работает интегратор? Честно, я не знаю, что такое SUSE. Вопрос, на каком ПО работает интегратор? Это SUSE, какой версии, релиз, какие рекомендации? Как сделан софт немцами, сказать вам не готов, но я думаю абсолютно на том же самом принципе, как это сделано во всех наших базовых станциях, то есть что-то там Unix подобное, вероятно, живет, как я сказал, на VMware. Что такое SUSE, я не знаю, возможно, я не очень понял вопрос. Итак, для того, чтобы притащить из работающих DECT готовых каких-то уже инсталляций, из других кластеров, перетащить их в единую систему под управлением интегратора, кроме пари, нужно сделать выгрузку параметров. То есть здесь Save Config не подойдет. Save Config это вопрос не базовых станций. Save Config это один, а вам нужно собрать много, да, то есть одним Save Config вы будете только переписывать настройки, а вам нужно сделать экспорт базовых станций со всех кластеров и экспорт трубок. Это, собственно говоря, ну здесь вот на страничке присутствует информация. Вы делаете экспорт, после того, как файлы собраны, вы делаете импорт на интегратор и уже получаете как бы привязку и базовых станций в других кластерах и трубок на интеграторе. Вопрос, не только SUSE Linux характеризуется применением SUDOR. Честно, мне это никак не помогло, легче от этого не стало. Я не очень, как я сказал, Unixoid и не очень SUSE. Ну, точнее, совсем. Не понимаю, что такое. Прошу меня извинить, обещаю выяснить. Итак, виртуальный интегратор. Требования аппаратные, минимальные и рекомендованные. Вы прочитали, вы увидели, как этот виртуальный интегратор выглядит и как поставляется. То есть с нашего сайта, как я сказал, Teamworks, можно скачать архив для разворачивания на виртуальной машине в VMware. Если это VMware Player, то для вас даже не нужно будет ничего платить, насколько я понимаю, поскольку VMware Player фриварное устройство без ограничений по времени, вы можете использовать его сколько хотите. Но VMware Player не дает вам возможности отказоустойчивости виртуальных средств. Поэтому другой вопрос. Если у вас 6 тысяч базовых станций, ну, наверное, надо иметь в виду, что разориться на VMware тоже придется в полном функционале. Так, аппаратные требования. Это я уже сказал. А, аппаратный интегратор. Окей. То есть для того, чтобы получить аппаратный интегратор, надо одну из коробок N870 просто перегрузить в соответствующем режиме с динамическим IP-адресом и начать работать. Лицензии. Вопрос прозвучал про лицензии. Итак, какие на данный момент есть лицензии? Два вида лицензий для N870, два вида лицензий для N670 планируются. Про них пока не буду говорить, так как они планируются. Лицензируется использование виртуального интегратора N870. Стоит, точно до копеек не скажу, стоит порядка 500 евро. Почему это не столь важно? Потому что, когда вы оперируете цифрами в несколько десятков тысяч на инсталляцию в размере там 100, 200, 300, 500 базовых станций, то эти как бы 500 евро не важны. Ну, как бы да, 500 это 510 будет или 480, но суть важна, пока финальная цифра у нас не определена. И для того, чтобы работала система, значит, нужна, чтобы работал виртуальный интегратор и наличие виртуального интегратора, как я сейчас, да, наличие виртуального интегратора сразу же дает вам возможность использовать один DECT-менеджер, имеется в виду кластер одного DECT-менеджера. Если же у вас 2, 3, 4, 5 кластеров, соответственно, вы дополнительно платите еще, если не ошибаюсь, 350 евро за каждый дополнительный DECT-менеджер, кроме первого. То есть за второй, за третий, за пятый и так далее и так далее. Таким образом, за систему, за решение вы платите всю аппаратуру, плюс стоимость лицензии на виртуальный интегратор, плюс количество DECT-менеджеров минус один лицензии на DECT-менеджеры. Внимание внизу обратите, да, без лицензии система может быть использована в течение одного месяца, ну, не месяц такой длинный у немцев, получился 35 дней пробного периода. Потом у вас будет предупреждение, что вы вышли за бесплатный период, и по прошествии 75 дней у вас возможность одновременных вызов снижается до одного. Почему до одного? Для того, чтобы позвонить и сказать, что у меня закончилась лицензия. Итак, что и как выглядят в плане регистрации лицензий в системе. Так как у нас лицензия привязывается к MAC-адресам, а в виртуальном интеграторе, понимаете, да, как такового MAC-адреса нет, нужно просто некую логическую роль задать. Одному из кластеров, одному из DECT-менеджеров задается роль Master DECT-менеджера. Вот здесь вот внизу. После того, как задана роль Master DECT-менеджера, соответственно, можно уже идти в настройки. Сейчас, наверное, дальше я туда провалимся. Проваливаемся в настройки «Система лицензирования». В интеграторе появляется дополнительная стоочка в настройках «Лицензирование». И здесь вы уже можете сделать, создать файл запроса. Когда вы создаете файл запроса, у вас возникает на выходе файл, который можно сохранить. Вот его, собственно говоря, формат. Что в нем в текстовом виде, что в зашифрованном виде. Этот файл вы передаете через партнеров нам. Мы передаем дальше немцам. Немцы генерируют файл лицензии, пересылают его по цепочке обратно. Вы его загрузите, загружаете, и все, у вас все работает. На данный момент это сделано следующим образом. Немцы работают в том числе в направлении, чтобы сделать удобоваримый веб-портал, чтобы клиент мог самостоятельно заниматься лицензиями. Но я, честно, сомневаюсь, что это правильный подход. Нам лучше этот вопрос держать под контролем, потому что мы хотим на этом и зарабатывать, и контролировать, что там происходит у клиента. Да, и помогать. И каким образом сделать эти трансграничные платежи, тоже непонятно. То есть, если ты генерируешь лицензию, то как ты собираешься платить? Ну, то есть, вопрос, мне кажется, останется на уровне переписки по электронной почте. Так будет удобнее. Загрузка лицензии, как я сказал, загрузить вперед, поскакали. Про пары я, опять же, так же уже два раза сказал, говорю третий раз. Найти его можно на странице статистики, состоянии интегратора. И это является одной из ключевых элементов для идентификации системы во глобальном масштабе. Есть более загруженные такие понятия. Еще, например, каждый кластер, для того, чтобы работала грамотно синхронизация, сейчас мы уже придем к синхронизации, для того, чтобы грамотно работала синхронизация между кластерами, так как мы сейчас говорим о больших системах, то есть уже не синхронизация внутри кластера, а синхронизация между кластерами, то у них должна быть дополнительная некая идентификация, чем этот кластер отличается от другого кластера, чтобы трубка не заблудилась. На этом случае существует такое понятие, как РПМ. РПМ – номер базовой станции, радиофикс под номер, номер базовой станции внутри некой географической области. Если, я не знаю, получится у меня сейчас, немцы выделяют 4 возможных номера, то есть 0, 1, 2, 3, на номера РПМ. Поэтому, предполагая, что два соседних кластера должны иметь различные номера РПМ и не иметь похожие. То есть нельзя допускать ситуацию, когда два соседних кластера имеют одинаковый номер РПМ. В принципе, даже в масштабе, когда у вас 100 дект менеджеров, реализовать такую систему вполне возможно, если вы представите себе трехстороннюю треугольную пирамиду. И вот как бы 4 вершины этой пирамиды – это, собственно говоря, центры РПН-ов, кластеров. И трубка всегда будет видеть один из этих четырех РПН-ов и не увидит похожий. Потому что похожий будет на противоположной стороне, что называется, от этой трехсторонней грани отстоять. Попробуйте себе представить, я не знаю, по-другому это объяснить. Ну, там один из слайдов будет немножко в плоском виде это показывать, это немножко не то. Значит, если здесь есть какие-то вопросы по слайду спросите, если нет, пойдем дальше. Ну, собственно говоря, да, вот трубка РПН-групп-2, РПН-групп-1, чтобы они не путались. Базовая станция внутри РПН-а также имеет свой номер. Вот, собственно говоря, плоская эта картинка, как выглядит вот трубка и вот три РПН-а вокруг. Ну, они, немцы, не смогли реализовать такую треугольную трехстороннюю пирамидку. Ну, могу понять их сложно. Ну, представьте, да, я уже объяснил, как это представить. Итак, основное. Дект-менеджеры не могут иметь одинаковые группы РПН, если это два смежных сегмента кластера сети. Вопрос. Онлайн-платежи за лицензии не пройдут по бухгалтерии. Всем будет удобнее покупать через партнера с комплектом соответствующих документов. Полностью согласен. Вопрос по МДСу и без МДСу. Вопрос также пока как бы открытый. Вероятное всего у нас будет продажа лицензии с МДС. Сейчас пока на данный момент 95% склоняемся в эту сторону. Так, остается совсем чуть-чуть. Здесь я вас не буду сильно долго загружать. В презентации сами посмотрите, когда вам она придет. Просто приведу несколько примеров, какие могут быть варианты синхронизации кластеров нескольких Дект-менеджеров. Но считаем, что Дект-менеджер только два. То есть рассматривать варианты с сотней кластеров сумма можно сойти. Поэтому, если у вас вдруг случается такой клиент, я даже сам не буду себе голову ломать. Я просто выпишу немца или поляка соответствующего из Германии. Если клиент такой жирный, то не жалко потратиться, что называется, показать, провести тур по Красной площади для немца и свозить его на качественную инсталляцию к клиенту. Что называется, из первых рук. Итак, примеры я показываю на базе двух Дект-менеджеров и синхронизацию между ними. Пробежались, увидели, да, то есть все возможные там варианты, которые могут возникнуть. Не все буду рассказывать, буквально там раз, два, три. Итак, для того, чтобы синхронизировать два разных кластера, у вас появляется возможность зайти, есть там такая в настройке администрация Дект-менеджеры, у вас есть настройка синхронизации Дект-менеджеров. В это поле вы заходите только тогда, когда у вас есть несколько кластеров Дект-менеджеров. Не надо там ничего настраивать, если вы работаете, синхронизируете в одном кластере, у вас просто сломается синхронизация. То есть вы настроите, что меня синхронизируете от кого-то там, а кого-то там в принципе нет, поэтому синхронизация не будет работать. Еще раз, данная настройка только если у вас синхронизация необходима между Дект-менеджерами. Итак, у вас кластер 1 и кластер 2 синхронизируются по Декту, они оба, обратите внимание, имеют кластер 1С и этот тоже кластер 1С, но это не имеет совершенно никакого значения в данном случае, потому что данные кластеры имеют значение только внутри одного кластера, если они на одном Дект-менеджере разные. Если это Дект-менеджеры отдельные, они могут быть 1С совершенно свободны. И предполагается, что у вас между Дект-менеджерами синхронизация идет по Декту. Преимущества вы, наверное, уже прочитали, внимание вы тоже, наверное, уже прочитали, но как бы основное, что здесь является предпосылкой для данной инсталляции, это радио, такое чистое помещение, какая-то система, где совершенно без проблем, свободно можно синхронизировать в рамках большого пространства, которое не освечивается 60-ю базовыми станциями. Нужно 150, можно говоря. Мало того, что 150, нужно еще хендовер, чтобы был. Тогда вы что делаете? Вы говорите, Дект-менеджер left и right, я у себя не стал переводить, извините, на английском, но я надеюсь, это несложно. Итак, сразу, вот то, что я вам сказал, deactivated, видите, внизу статус. Deactivated – это как раз модуль Дект выключен. Эти модули являются Дект-менеджерами двух кластеров. Один из них – Дект-менеджер left, левый, второй – Дект-менеджер right, правый. Выставлены у всех кластеры 1С. Не имеет значения, так как разные кластеры, как их разбить, но это для удобства сделано. Почему здесь сделан синк-левел какой-то, 15-й, если не ошибаюсь, максимальный? Просто, чтобы путаницы не было, чтобы у вас в голове, как бы у клиента в голове не сложилась, ну, какой-то неверной картины, что они каким-то образом влияют в плане синхронизации. 15, все, и забыли про него. Далее, одна база в каждом кластере назначается синк-левелом 1. Она должна задавать синхронизацию всем базовым станциям. Во втором кластере то же самое. Одна базовая станция синк-левел 1. И у вас, видите, можно, то есть она как бы, ланмастер-иконочка, она горит, то есть ее можно поставить, просто не в рамках данного примера. Она загорается тоже, когда вы ставите синк-левел 1. Вторую базовую станцию доставите синк-левел 2. Соответственно, вот это вот синк-левел 1, это 2, это 1, это 2, к примеру. И заходит, это вот настройка синхронизации базовых станций окно. Это настройка синхронизации дект-менеджера. Вы заходите в синхронизацию дект-менеджера, выбираете дект-менеджер имя правый, потому что вам нужно его синхронизировать. Вы говорите, что кластер у него 1С, ну точнее он и так знает, что у него кластер 1С, и дальше выбираете. Здесь большой выбор, что там выбрать. Бест, дект-бест, то есть лучшая дект-база дект-менеджера, лучшая лан-база дект-менеджера, внешний RFPI, о котором на следующем слайде я как раз скажу. И, ну в данном случае вы говорите, лучшая дект-база дект-менеджера, троеточие и следующая строчка dm-left. То есть, ну как бы в 2, читаете в одном предложении, лучшая база, дект-менеджер, dm-left. Здесь тоже вы выбираете, потому что их может быть несколько. И все, соответственно, эта база у вас видит, там, образно говоря, эту базу лучше, чем эту базу, синхронизируется от нее, у вас работает румик, у вас работает хендовер, все просто. Ага, это про статус, я не думаю, что я буду вас сейчас уже задерживать, наверное, уже перезагрузились слишком информации. Это, ладно, задержу один раз, только на одном слайде. Вы можете видеть вот в этой вот колонке, не в явном виде, но более-менее, каким образом синхронизируется база. То есть, если она синхронизируется от себя, 0.03, 0.03, это она имеет RPN 0.03 и синхронизируется от 0.03. Понимаете, она мастер. Это синхронизируется от той базы. Почему? Потому что у нее RPN 0.4, а синхронизируется от 0.03. Здесь тоже самое. Вот эта база, которая видит базу в том RPN, в соседнем дект-менеджере, а эта синхронизируется от этой базы. Понятно. Это интересный момент как раз, когда у вас большая инсталляция, и вы не хотите, чтобы у вас было взаимное влияние с соседом по синхронизациям частотных диапазонов и прочее, прочее. Вы к нему приходите и говорите, вдруг, как бы давай друг на друга влиять не будем, у тебя качественная сеть, я вижу, ты там, крутая компания, у тебя качественная сеть дект, скажи мне свой пари, пари, RFPI, да, все правильно, скажи мне свой RFPI, и я от него синхронизируюсь. И тогда у вас вот здесь вот, в настройках синхронизации дект-менеджеров, вы выбираете не Best DECT менеджеров, ДН такой-то, а внешний RFPI, и пишите, какой конкретный RFPI. Здесь есть возможности, видите, RFPI full match, минус один match, минус восемь match, имеется в виду маски, то есть маски можно делать пошире, можно побольше. Так, доступна ли статистика загруженности баз сети достижения максимальных одновременных вызовов? Я как будто бы не говорил об этом. Да, я же говорил об этом, я же об этом говорил. В настройках, не настройках, в статистике базовых станций вы видите, сколько было хендоверов, сколько было хендоверов на И, сколько было хендоверов на АУ. Вы видите загрузку текущую базовой станции, вы видите загрузку максимально, которая случилась за время включения базовой станции. То есть, если у вас написано peak value 10 на базовой станции, которая может делать одновременно только 10 вызовов, значит, это для вас является сигналом, чтобы рядом поставить еще одну базовую станцию. Еще один вопрос. То ли я куда-то нажал, то ли ты. А там есть пароль. Планируется ли мониторинг трубок перемещения, имеется в виду? Планируется. Это вопрос, связанный со следующим поколением наших трубок, в которых будет данная функция реализована. То есть, функция позиционирования одна из тех новых фич, которая будет реализована в новом поколении трубок, которые выйдут, я так думаю, через год. То есть, весной следующего года. Так, это был, собственно говоря, дект, 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 тот же самый, но только, а, ну что-то я перемотал, да, дект, 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 тот же самый, что в предыдущей версии, но с синхронизацией не отсюда. Вот этот вот будет настраиваться, как на предыдущем примере, да. У него как раз дект менеджер синхронизируется от лучшего и базы дект менеджера отсюда. А вот этот вот будет синхронизироваться от экстерного, от внешнего RFPI и далее вот эта вот ерунда. Что это вам дает? А точнее так, какие проблемы это вам дает новая? Если вдруг тот ваш сосед выключил систему или что-то у себя в системе изменил, у вас рассыпется синхронизация. То есть, в принципе, возможность такая у вас есть, но имейте в виду, что это все очень рискованно и сопряжено с нюансами. Итак, дект, дект, лан. Дект, дект, лан имеется в виду дект, кластер 1, дект, кластер 2, синхронизация между ними по лан. В принципе, как бы ничего сложного, просто в одном из кластеров назначаете, ставите галочку, в данном случае это DMLeft базовой станции А, ставите галочку, говорите ей, что она будет ланмастер, и она начинает вещать на всю сеть вообще. Чисто теоретически вы можете словить и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, но дект, он все-таки независим от того, как загружена в данный момент ваша лановская сеть. Поэтому желательно, ну, то есть, тут баланс, баланс между экономией и поменьше базовых станций, и между тем, что вам нужно иметь качественную инфраструктуру. Лан сети, если она у вас уже есть, это хорошо, если нет, в нее тоже нужно вложиться, это как бы вопрос такой непростой. Пиковое значение загрузки может быть раз в год, а можно каждые пять минут. Как это разделить? Да никак. Ответ такой, да никак. Я предполагаю, что это можно разделить в SNMP. Когда вы будете использовать SNMP, вы будете получать трапы, ну, если знаете, что такое трапы, что такое SNMP, вы будете получать трапы, в том числе, содержащие информацию о том, что базовая станция такая-то перешла в режим превышения нагрузки, да, то есть, достижения лимита своей загрузки. В SNMP вы это будете видеть как историю с таймстепами, да, с временными отметками. Соответственно, через таймсу статуса никак. Через SNMP, я полагаю, можно. Не пробовал, но как бы было бы логично сделать. Если нет, то не сделано, я скажу. Как получить среднее значение? Ну, как я уже сказал. По статистике никак не получить среднее значение. То есть, среднее значение у вас даст как раз средство использования продвинутого мониторинга. Если вы хотите, чтобы у вас система не просто работала, а была как бы, ну, живой в том смысле, что адаптируется к тому, как она себя ведет, тогда нужно использовать SNMP. Тогда вам нужно по временным отсечкам знать, в какой момент времени, как у вас что выглядело и что происходило. Используя числок, используя Wireshark, используя SNMP. Статус пейдж, страница статуса, она дает текущий срез. Все. Никак. Никак. То есть, это, ну, с помощью веб-интерфейса не предусмотрено, что логично, на мой взгляд. Я рано убежал, да? Или нет? Итак, есть два deck-менеджера, два кластера, но сеть заказчика соответствует тренеру. Синхронизация между двумя кластера невозможна из-за расстояния. Есть кейс. Невозможность синхронизации, потому что расстояние слишком большое, базы не вытягивают. Базы не вытягивают, соответственно, решением будет LAN. Базы не вытягивают на 65 дБ, но, допустим, вытягивают на 80 дБ для того, чтобы хендовер работал. Тогда вы говорите, окей, эта базовая станция будет PTP-мастером, эта базовая станция будет PTP-слейвом. И что у нас тогда получается? Одна у вас базовая станция будет, вот смотрите, ссылка, источник синхронизации, по-английски референс которой, она интересная в плане того, как ее можно расшифровать. Один – это, очевидно, я являюсь мастером. Один – я источник синхронизации, а нахожусь я в dm-left1c. D – это означает, точнее так, вместе их надо читать. И один, и вот этот вот. D означает, что я синхронизируюсь по декту в кластере deckmanager-left1c. L означает, что я синхронизируюсь по LAN из deckmanager-left. Вот, собственно говоря, как оно здесь настроено. И следующее означает, что я опять же синхронизируюсь по декту, но уже от базовой станции в сегменте райц. Куда-то нажал, Ром, я с айфоном не дружу. D – вопрос еще один. D – 500 наносекунд – это… D – это не микро, а, ну окей. Д – чрезвычай высокие требования качи локальной сети. Часто при пинге внутри ЛВС предприятия не задержка, а джиптор задержки, если я не ошибаюсь. Д – то есть отклонение от какого-то показателя. Надеюсь, я ответил. Так, 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 так. Ну, здесь понятно, да, тогда как бы переезжаем сюда. Не буду здесь задерживаться, это уже было. Без соединения, по сути, означает, что у вас два автономных кластера, которые работают без соединения, и у вас не будет, соответственно, хендоера. Это просто… Следующие варианты, просто разные варианты, чтобы вы понимали, как их настраивать правильно. Давайте что-нибудь вот такое вот найдем, да. То есть один сегмент у вас настроен на синхронизацию дект, второй сегмент у вас настроен на синхронизацию лан, а между сегментами у вас синхронизация дект. Ну, тогда, соответственно, следующим образом. Здесь у вас живет P2P-мастер, так как сегмент лан, вы сюда его P2P-мастер выносите, да. Делаете его, во-первых, первым уровнем по декту, когда у вас появляется чекбокс, выставляете чекбокс, он у вас будет P2P-мастером, он будет синхронизировать весь ваш сегмент лановский. Но для того, чтобы работал хендоер, его нужно также, его синхрон-часы синхронизировать с этим сегментом. Для этого вы ему говорите «Best deck base of the M-DM left». Все, то есть этой же базе как бы будет синхронизация дект менеджера от лучшей базы в кластере этом. Она поймала синхронизацию, подстроила свой внутренний P2P-сурс и раздала синхронизацию базам в своем сегменте. У вас получается как бы хендоер рома. Дальше по сути все точно так же, я буду просто вам как бы менять местами слагаемые, но по сути вы, я уверен, разберетесь сами. Вот единственное, как вот на этой табличке давайте остановимся. Еще раз, то есть момент референс, состоящий из двух колонок, вот этой и вот этой, очень важен. То есть вы, смотря на эту колонку, понимаете, как от кого данный конкретный элемент синхронизируется. Используйте как бы вот этот вот для траблшутинга, для дебаггинга, используйте эту информацию в данной колонке. Все, дальше побежали слайды точно такие же, я думаю, у вас уже достаточно информации об этой синхронизации, я вас только сейчас замучаю, почем зря. Вот, как я сказал, информация по автопровижению, траблшутингу, администрированию удаленному управлению, как мы выяснили, и которая поможет вам не в статике, не в срезе, а в каком-то временном интервале видеть статистику системы этой SNMP. Это все как бы темы будущего разговора, я надеюсь, который произойдет ближе к весне. Сори, ближе к лету. До весны совсем близко осталось. На этом, собственно говоря, в плане семинаров все. Если у вас вопросы остались, я готов на них ответить. Да, давайте сейчас немножко дождем по времени. Если кто-то сфорулирует какой-то вопрос, мы сможем на него оперативно ответить. Если же мы не успеем ответить и остались какие-то вопросы, вы можете написать либо мне на почту, либо на общую почту компании Обематика, либо, соответственно, Евгению, у кого есть его почта. И, соответственно, на ваш вопрос мы постараемся ответить. Ждите информацию о второй части этого вебинара по настройке микросотовой системы N870 от компании GIGASET. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok